ждать долго это наверное все таки будет девятая часть без первого там первых 50 минут сожалению выключили электричество в доме и все все упало хотя там дошли до босса и сейчас с него собственно иначе ну по сути на самом деле там не было ничего сверх сверх серьезного это блат борн с вами михаил он же майкер до электричество электричество того так на них тоже бесперебойники стоят с чего ты решил что на тех роутерах которые находятся на крыше провайдеров стоит бесперебойники откуда они там вообще может и в какой-то другой стране живешь внезапно родной голос включается в сериал выру выключай серый сериал серваль сериал не к добру это короче забираюсь на лифт на лифте этот шоткат отличный надо этот шоткат использовать лифт опустить вниз обязательно что сам себе не возвращается вот босс странный такого босса не было он его специализация драпать от тебя по лабиринтам путать следы но если в первой фазе который вы сейчас увидите с ним как бы вопрос вообще никаких то есть он понятен вот на второй фазе он более жесткий вот побежал 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 товарищ замысел в том чтобы загнать его сначала загнать его в комнату сам сейчас забежит туда куда надо он в ту комнату его загнать нужно и там уже с ними разговаривать кроме того что здесь есть он непосредственно тут еще есть два пупыря от которых хорошо бы избавиться воу-воу-воу такие серии опасные вытворяя этот барсук все избавились от лимминга теперь с ним нужно справиться у него одна по сути атака ой чё это дело можно кстати опа опасный смогла пройти атака которая не 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 вот этот режим он мне меньше нравится оружие против него потому что он как-то медленнее что ли работает и ты по нему реже попадаешь а так вот рубишь главное успевать уходить от его вот этой вот атаки опасный но он тут практически не сопротивляется все половина хпс как с куста и теперь предстоит предстоит его загнать ну не то чтобы загнать ты сам загоняешься короче во второй фазе у него много опасных тем вы оказываетесь на пятачке в замкнутом таком пространстве вот этого жука я так и не убил а из него же падают ценные ингредиенты ой у насливости нет нифига ой какие удары тот мощный а у и они не перебиваются еще если недовольно вон видите станлок на них не работает вот гады довольно опасно ладно от одного избавились а он постоянно дает себе знать вот этим вот воем диким и по крайней мере ой три куска кровавика и три успокоительных я не знаю куда бегу здесь я не был в прошлый раз но может быть это не тупик у твою шнеть явно не туда бегу ну по крайней мере туда не хочу бежать и прошлый раз и забегал к боссу не через этот проход так а куда я бежал там наверх кажется можно было по лестнице забраться да скорее всего сюда нужно а тут тоже нет этого тоже не было как он даже арбалет не понял и тем не менее выстрел прошел капец а вон он вижу то есть наверх все таки по лестнице на убежать и он опять драпает избегает от нас это первый телепорт надо запомнить путь кажется он будет потом вот здесь потом нанеси 5 давай попробуем есть какой-то ключ а вон стоит вот гада и сразу ты пашечка такая хоп и все нас не догонит вот он это и цели для у меня есть пули на чарму если что да и он падает вот здесь кажется и будет замес я лучше выхиливать лучше сделаю чар на оружие и не не хочет сражаться подлец а это тоже было да вот мне сейчас туда нужно упасть а я туда в первый раз кажется кажется упал то есть нам нужно подняться наверх и уже спрыгнуть непосредственно к нему в закрытое помещение здесь здесь не тут открытая дверь это не то место надо еще найти блин куда к нему падать хотя по звуку он находится прямо подо мной но я его не вижу ладно поднимемся еще чуть чуть выше наверное боюсь что я никуда бегу так отсюда он драпа да ладно о опасные 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 урон хорошего наносит эти вот лемминги уже восемь классов осталось беда так я тут был я сомневался падать не падать там обычного вижу моба но его нет да вот и сюда могу пасть прямо по курсу была дверь вот справа закрытая как раз здесь тоже вроде был кипик ну что до конца ли чистим ваншоты я к нему должен упасть для начала и после этого пойдет замес да вот он находится вот за той решеткой то есть мне нужно наверх и налево все таки может быть именно в то место в котором где-то где-то вот подо мной он прям здесь возможно да его просто не видел получается он может быть здесь должен быть здесь нет его там может быть меня спуститься вниз а потом вот туда вот еще вниз это где-то я возвращаюсь на это место где уже был такие лабиринты блин вон он находится вот да он находится получается еще дальше то есть не вот здесь подъем и спуск а куда-то там в другое крыло может быть попробую обойти ой 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 он вон там сейчас проверю вдруг там еще проход есть еще одна хилка хилок 7 остается всего лишь здесь я тоже проходил что разу да вот он вон там вон зерна да да сюда заходил увидел что можно упасть но падаю недостаточно далеко то есть он фактически находится вот подо мной вот здесь вот где-то вот вот подо мной так на это вот по им рам по рам по рам они побежали в принципиально другом набра стоп прошлый раз его быстрее нашли о может здесь что здесь да он здесь он стоит ладно charm да я не вижу таргет не поставил ставить защиту так вот этот прием он вроде как ауе вокруг но вблизи безопасное место судя по то он повторил как будто специально да это ваншот и и судя по всему это магия возможно сейчас попробуем взять доспех который вообще классно прибежал вторая смерть на боссе сейчас подождите надо посмотреть что у нас есть это скорее всего от тайных защита причем защита от тайных на доспехе мне 110 это лучше из того что есть 110 60 на перчатках 60 на штанах сет палача и химпу больше не это самое не получить можно конечно попробовать найти найти предметы предметы не похоже поехали миски а почему это третья смерть я думал что это вторая смерть ладно теперь я по крайней мере знаю куда он на второй фазе точно убегает и знаю что есть удар который либо нужно совсем далеко от него отступать но учитывая то что там места свободного нет наверно лучше попробовать к нему подкатиться для того чтобы проверить работает ли вот это вот заклинание вокруг него ну вблизи я сам не будет работать то вообще все замечательно что и ауна не увидел его в тумане как ежик бегает как спускается хорошо мы его гоним соответственно отсюда убиваем сначала двух лейминга потому что они тут больше всего а да пропустил удар его можно таргет другой спасибо он очень ленивый ведь в первой фазе это вообще небо и земля неиспоставимо просто фактически делает один только удар это я спокойно от него уходишь не проблему такого часа не надо так делать да полез полез и получил сразу два но там сложно было потому что он к спиной к стене и его обходить было сложно блин 4 минус классно классно-классно запас по фласкам есть да уж у меня в общем-то изи говорит товарищ саблайн ну изи если да если не ловите то я нарвался лишь на два удара сначала один потом сразу пошел второй не отправил сразу лифт но его нужно вот на этой точке возвращать потому что если по-другому чек-поинт убежать это очень долго и рискованным и надо будет проверить еще по лестнице вниз спуск может быть после того как с ним расправимся в теории кстати он же железными воротами закрывается может ах ты собака а он побежал сразу в нужное направление может быть его здесь как раз нужно подрезать справа для того чтобы он не вправо убегал а убегал противоположные направлении так но я все равно начну с лимминга сначала желательно держаться подальше подальше от босса давай друг но если ты начал серию он уже тебе ничего сделать не может это как бы от веточку то есть по сути нужно просто добежать и начать серию оставить вынослив для того чтобы можно было отскочить и то есть запасом сейчас работаем так серии хорошие получаются так серии хорошие получаются но и и здесь справа по лестнице чекнуть надо да ладно дрось вот как попал ты вообще я в шоке думаешь там попал арбалетчик вообще да он будет где-то здесь он наверху стоит меня ждет убегает прямо порт хорошо да блин застрял дальше сюда и вниз он должен быть внизу да да блин убегает 2 хилка пошла за дверь я на лестницу раз потом налево 2 потом не налево она права нет именно налево но не падаю а пробую там как-то мимо пробежать не сюда а вот наверх да вот здесь мы уже хрена с 2 а вот нет они вот все 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 вот она charm оружие и продолжаем так вблизи вроде как ё-моё к на вблизи он по крайней мере не ваншоты отступаем восстанавливаем и вперед окей блин все равно попадает блин нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет а там часть самонаводится просто часть идет по ауе а часть самонаводится попадает вонюши мать баф спал хил баф о перебить можно так еще одну серию сделай все будет нормально о хорош все добиваем и и и а и и и добыча уничтожена 48 косарей душ и клетка мэнсиса да он реально псих воронц так поднимается какая-то конструкция очень ненадежно что-то вроде моста массивного а это там где сворачивала а может и да там где направо сворачиваем и ворот открывается но я хочу сначала проверить что вот в башню в снизу помните там встретил парочку-тройку врагов и так клетка мэнсиса что за клеточка такая это шляпа так описание надо почитать клетка школа мэнсиса контролирует духовную деревню это шестиугольная железная клетка намекает на их странности клетка это устройство позволяющее содержать волю и видеть это скверный мир таким какой он есть это также антенна которая облегчает связь с великими во сне для наблюдателя железная клетка выглядит именно именно не видно что там дальше по характеристикам это железная клетка физика у нее неплохая защита от прямых ударов никакая от кровавые тоже ну в общем никаких резистов ой то есть наоборот вот так вот да ну чушь надел клетку хожу как дурак может это где-то пригодится лучше колпак надену пока непонятно зачем эта клетка нужна так у нас есть мост и открыл открылись собственно эти железные ворота через которые как раз могу попасть в ой вот эти вот кажется успокоились духи которые вылазили повсюду у меня опять стойкое ощущение что я не туда иду но кажется проход вот будет здесь да вот он мост и прямо там фонарь я предлагаю к фонарю для начала уже от него плясать кроме того пятьдесят косарей душ как-то не хочется прям прям с ними бегать вернусь в сон в кинул и ты ключ железный нашел да ключ железный нашел и эту локацию я не полностью про прошел ну вот надо сейчас будет вернуться назад посмотреть что что можно с этим сделать а сначала в кинул его потом скорее всего кровь жмякнем и еще один ловил в кинем качаем ловкость нужно не так много буквально 6 косарей для того чтобы все было ок а я их давно не использовал там что там поэтому там отголоска должно быть много самых разных использовать несколько шестнадцать к сразу может даже на 3 ловил флоте а какой капу ловкости пятьдесят да наверное по логике говорили 2550 но больше крови мне не хватит к сожалению использую знание безумца нашел ключ от хора там лучше босс в игре я не знаю ереча ну что я аж подстригся я аж подстригся уже не свежая эта новость совсем так и самоцвет я вроде переставлял да да ударные физического вот заменил 9 косарей есть можно пули купить но если честно мне не хочется тратить души на пульки а а на что еще тратить на хилки только пульки просто довольно редко используются ну хотя для бафа на боссов самое оно хоры мерго средний уровень подсказать где ключ мне не надо не надо не надо я щас во первых вернусь посмотрю что вниз по башне там во первых был жук я там собрал куски у меня щас кусков наверняка хватит для того чтобы сделать там пушку плюс семь плюс восемь практически с нуля плюс семь то точно так туда это типа дальше пройти у нас тут свет рубанули соляешь а ты была да треба сейчас без суеты уже осмотрим эти уровни правда когда я бегал за ним и искал я сто раз уже тут все просмотрел это тупик и спрыгиваем вниз я самокруг оббегал окей у меня память вот это вот что называется топографический тупизм или кретинизм я очень плохо запоминаю что откуда куда бегал зачем отсюда я поэтому люблю как раз по уровню ходить так чтобы вот закрыл эту локацию там проверять там закутки тупиковые чтобы потом но здесь я был и добегал до самого конца телефон звонит телефон телефон коты звонят это важно здесь был лут окей да знаете просыпаешься с утра от звонка телефона берешь телефон жены и там написано я на коты или там аня коты пятый подъезд думаешь блин за что за что коты поэтому они я возьму говорит петр давай давай а ну вот кажется вышли в нужном направлении сейчас будут ну они капец и плотные просто плотные приплотные ой хорошо разобрался сейчас ой нет все равно хорошо не хватило не хватило не хватило спускаемся будет ответвление влево на туда я точно не пойду что-то возврат к этому к лабиринтику а вот здесь здесь будет много опасного народом насколько я помню два милишника нет три удара и тебя нету как бы соля ли окей дальше больше дальше же еще плотный будет друг прямо из-за угла прошлый раз я получил от него плюс стрелок да он пожалуйста блин попал таки а скотина у опрыс это пол какой пол хп господи тут урон процентов на 90 хп с ударом ё-моё не надо обходить надо обходить с фланга они потому что это более быстрые удары ранжовые он до 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 парировать надо ее парировать опять же принимать удар по лицу вот такой который 90 процентов хп снимает у тебя на язычах это в удовольствие не из приятных так а-а-а-а Ладно, арбалетчики не такие. Вот, и утецки как раз в самом-самом конце. Луна. Редкая штука. Это у нас, как называется, руна. Руна-луна. А, это вторая луна, только более отчетливая. Видите, больше отголосков крови вы приобретаете от павших противников. Для получения душ, для фарма. Очень хорошая штука, видимо. А сколько процентов дает вопрос экспертам в чатике? То есть, сколько первая, сколько вторая? Наверняка что-то типа 7 и 15 процентов. Курсор опять, да, убрал. Или стоит вернуться здесь, проверить тоже. Ну, там я вроде все оббегал. Там все, в общем-то, линейно. Да, и нет, не стоит сюда. Петр, спасибо тебе за наводку по курсору. За первый этаж с боссом, говорит Зюрель. Все-таки ключ там, я понял. Сейчас мы тогда и здесь осмотримся. Я тут бегал-бегал, бегал-бегал. Может, что-то открылось, кстати. Это вполне вероятно. После смерти. Тут коридор, который сквозь. Но если ты про ключ от железных ворот, я его взял. Отсюда пришел. Опа. Сюда не забегал. Вот оно. Да, ключ от железной двери. Вот эту тему я не видел, когда мимо пробегал. Ёпшки-матрешки. Хилок не так много, но... Женщина. Ой! Очень близко мы... Безумие накапливается очень резво здесь. Хотя я не менял руну. Руна-луна 10-20-30 свикингфа. Спасибо большое. Ладно, побежали. Так, а может, успокоительное было просто юзно. Сейчас же у меня... Да, надо успокоительное было брать сразу же. Ну, минус 80% КП. А-а-а! Нарсил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Верни курсы. Курсор. Короче, я сдох бездарно, абсолютно. Не успел успокоительное принять. И подействовало безумие. Я только видел, как у меня ХП отнимаются и все. Так, окей. Ладно. Я знаю, куда бежать. У меня есть успокоительное, у меня есть полные пласки. И мы очень близки к этому зловещему месту, где происходит что-то нехорошее. Хорошее. Это определенно. Не туда. Или туда. Туда. Не надо. Твою ж медь! Во-первых, я сомневался, что мне сюда, мне сюда. Сомневаться я начал, когда увидел стрелка. Подумал, ВТФ. Вроде не должно было быть. А не должно было быть. Так, сейчас заодно камеру пофикшу. Солнце село. И все. Я уже не такой светлый, как был раньше. Курсор убрал. И начал еще мерцать. Это не к добру. Так должно быть лучше. Попытка номер... Не помню, какая. Не, ну по факту от этого фонаря это третья попытка. Все нормально. На босса мы больше потратили трайв. Так, не убивай их. Просто проходи мимо. Все нормально. У него твои души, но души у тебя нет. Так что просто забей. Идешь сюда. Еще идешь ниже и прямо. То есть направо и налево. Так, где-то раз и два. Ага. Мы оказались в этом злосчастном месте. Успокоительное муготолио. Успокоительное пью. Не помогает. Еще успокоительное пью. Еще пью. А почему хп-то отнимается? Не, я не понял. А почему мне все равно хп отнималось? Так быстро. Я смотрел на шкалу безумия, на хп не смотрел. Так. Жесть. Теперь я понял, как в прошлый раз умел. И из-за того, что безумие пропнуло. Из-за того, что я в принципе теряю хп. Такой нубас. Так. Используем четыре. Озарение великих. 99. Сейчас соточка будет озарения. Может мне откроются какие-то... Нет. За лесенкой лутом пропускаешь второй раз. Да хорош спойлерить. Я туда вернулся, осмотрюсь. Не переживайте. Дострелы-то торчали и в прошлые разы. То есть в прошлый раз просто... Когда вот первый раз появилась вот эта вот дама с безумием. Оно там вообще копье отнимало по урону. И не ощущалось абсолютно. Здесь диаметрально противоположная ситуация. То есть дамаг заходит дикий. Успокоительный у меня заканчивается. Может быть имеет смысл пережидать безумие, а не тратить. Вот лут. Здесь еще налево сходить. Что там было? Безумие очень медленно отпускает. Я бы еще слева посмотрел. И в теории можно и туда забежать. Можно прямо бежать. Надо проверить несколько направлений. А, 99 максимум, говорят. Так, а может быть тогда пора шопиться. А, оно работает здесь. Здесь может что-то есть. Нет, ничего нет. То есть выбор сейчас у меня какой. Либо я бегу прямо. Вообще используя вот эти вот шипы, наверное, можно и прятаться. А, вон. Да там же существо, смотрите. Одноглазое, огромное, ничто. Успел выпить успокоительный, пробежал мимо него, забираясь наверх. Да хорош уже. Я в новом месте. 13 бутылок. Пауки! Черт возьми. Как я их ненавижу. О, там ходят какие-то мозги. Вон, смотрите. То есть туловище человеческое. Ну, понятно. У меня точно резист хорошее? 17. Не, есть более... Давай 41. Яргула наденем. Яргуловский сет надеваем. Ну, все равно по сравнению с 200 резистами. Это капля в море просто. Так, а я могу к тебе пробежать. По балочке могу к тебе пробежать. Это капец как рискованно, конечно. А брось, 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 брось. Это будет безумие. Убил. Отхилялся кое-как. Ртутные пули. Открываем сундук. Колокол хорра. Колокол хорром исцеляет всех участников кооперации. Я один. Я тут все в соло. Так, дальше прохода нет. Но, может быть, есть проход снизу. Ой, есть, но очень больно. Не, ну с той стороны, конечно, можно упасть. Там не так высоко. Но... Может, к паучкам тогда вообще. Привет, Владимир, 2323. Не, высоко все равно. Можно через клетки, конечно, попадать. Давайте я к паукам пойду сначала. Вдруг они тоже там что-то охраняют. По крайней мере, безумия не будет. А, вот сюда вот можно упасть, да? Ну, так, сомнительно. Сомнительно весьма. Воздвоем, точно? Добром. Да. Нет, их мало просто. Еще пара пуль. Но тут они ничего не защищают. Привет, Нексперта. Почему убрали инфомер? А потому что он в DS, его некуда ставить. То есть в Warcraft там есть интерфейс статичный, где он не сильно отвлекает внимание. А тут его, в принципе, мало куда поставишь. Но да, на стримфест я, естественно, приглашаю. Напоминаю, что будет мероприятие, где вы сможете встретиться, пообщаться с стримерами, с другими зрителями. Если подпишетесь по ссылочке именно на меня, то мы вам выдадим футболку козырную. Фотографии есть на странице описания канала. Поэтому приглашаю. Там будет много стримеров, информация. Купите билет. Да, купите билет. Подпишитесь, купите билет. Я бы советовал вернуться через метку. Я хотел бы к глазу вообще пройти, если честно. То есть я сюда, по сути, незачем пришел. За... За знанием безумца. Блин. И за колоколом, который непонятно зачем, блин, мне нужен. Да, стоимость билета полторы тысячи рублей. Так и есть. Так и есть. Это правда. Так, ладно. Последую совету Зеруэлю. Вернусь домой. Потому что к боссу, ну вот к этому товарищу, я вряд ли заверну. Потому что я... Дай бог, добегу до этого места. Дай бог, это не факт. Вернусь домой, потому что ботлов нет. И 12 косарей лучше бутылочек купить. Какой у тебя профит от билета? С билета я получаю 200 рублей. На самом деле, на футболке стоит у нас подороже. Я думаю, раза в полтора, наверное, в два скорее. Но вообще там действует система, что стример получает часть стоимости билета. Но вы понимаете, что я это не ради того, чтобы по 200 рублей с билета зарабатывать. Это интересное мероприятие, первое в своем роде. И если все пойдет хорошо, то подобные... Там всякие доклады, обмен информацией, советы, все дела. Ну и возможность встретиться лично и пообщаться. В первую очередь, интересно, как эта концепция вообще будет работать. Вот. У меня-то и так все хорошо. Благодаря тому, что вы смотрите трансляцию. А, давай. Покупаю еще бутылок. Да, голум. Ты меня раскусил. Нет, билер, я непосредственно в отношении к организации мероприятий не имею. Но знаю людей, которые организуют. И знаю, что они стараются, чтобы все было хорошо. А можно футболку получить другим способом? Я думаю, что вряд ли. Мы их обычно не продаем. Изготавливаем, как правило, либо под свои какие-то встречи. Типа, как встреча, которая была в прошлом году, гудгеймовская. И будет, соответственно, этим летом. Или под какое-то мероприятие, типа Игромира. Или, ну, где тоже приходят знакомые и стримеры, и зрители, и там, редакторы, и модераторы. Кто-кто приходит. Программисты. Это хорошие. Бешеные псы. У кого-то крылья, у кого-то... Это плохо. Что и таргет поставил на пса, который... Не очень. Надо было на быстрого псы оставить. А второй это где? Я знаю, что я в нем... А, его сплэшем убил. Случайно. Владимир, есть что-то похожее. То есть, мне, как я уже говорил, Dark Souls понравилось больше, чем... Опа, это шорткат у нас, скажите. Dark Souls 3 мне больше понравилось, чем DS. Посмотрим, куда это нас приведет. Я подозрение, что... Да, 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 к тому же самому от чекпоинта. Кажется. Я, по крайней мере, вижу еще лифт соседний, поэтому... Только надо его вызвать. Второй. А смогу ли я его вызвать? Смогу. А, мне не нужно его вызывать. Все, он находится там, где должен. Все, хорошо. Поехали назад, наверх. Так. Тебе уже сказали, не-не-не-нет, стримота, да... Припрощай. Куда там что делать, прыгать, идти, куда можно, куда нельзя. Пока тупика нет у меня, пока я иду, куда глаза глядят. Все хорошо. Спойлерить не стоит. Так, этот лифт пока не работает. Впереди... Две подозрительные личности. Ой, я кажется, помню, смотрел здесь мантича. Да, 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 смотрел. Давно еще, когда он любил. Любил, как кажется, отправил. Здесь будут патрули всякие. Свинья, кажется, будет. О, я близок к боссу, к следующему, кажется. Ну, по крайней мере, это та самая ла... Откуда? Ё-моё! Ничего себе там... Кастуем. Слышишь, что это? Я знал одного, который вот так вот кастовал. Только у него... А может, у него и была вот такая же булава. 2285 за них дает. Кстати, можно было поменять рунку на... На экспу. Раз уж тут нет. Да-ра-ра-ра-да, здесь патрули входили. Что они с тут? Враги нет, по пощадам. Так, окей, я тогда наверх пока. Столько разветвлений. На самом деле, спуск вот сюда. Ну, красота. Причем тупиковый такой спуск. Миш, привет, скажи, пожалуйста, это норм, что я могу на халяву смотреть стрим прямым качеством, без варианта выбрала качество лес-лупок. Это специально для тебя фича была сделана? Нет, если... А вот и свинья, кстати, о которой я тоже помню. Мантич какое-то время, без прокачки, босс отраил. Не то. Это какая-то особая свинья. Смотрите, у нее глаз много. Надеюсь, движения тут у тебя такие же, как у... Да, такие же движения. Да, е-мое. Хорош. Падать будем? Да я должен же был сзади тут перестраиваться. И сколько экспедали за такую пушку? Девять косарей! Блин, в следующий раз обязательно поменяю руну на экспу. Ваш логотип на главный рисован маскированием по координатам и не масштабируется. Бывает. Ой, слышите, колокольчик опять. Так, еще одну. Две свиньи. Мы с Тамарой, как говорится, ходим парой. Не, с одной стороны, свиньи-то не такие страшные враги, но учитывая то, что у них урон как раз на два удара, пропустишь один и до свидания. Че ты рычишь, слышишь? А, пошел чардж. О! Добро. Тут так выше можно фармить. Нет, мой лут! А, я могу взять. Опа! Я могу взять. Там еще какой-то лут есть. Ладно, с Богом. Четыре пузырька крови. О-о-о-о-о-о. Я тебя понял. Я тебя забрался, черт знает куда. Аккуратно, когда. О-о-о, крабик! Сейчас мы в кусков насыпем, штучки три, я полагаю. Да-да-да-да-да-да. Опасно. Слышу свинью. Как бы она меня не спалила, мне не упала с ней. Эти тут люди умирали. Судя по призракам. Ё-моё. А вон звонит. Слышь, ты? Она воскрешается. Тихо. Тихо. О-о-о, тут их двое. Как использовать дерево. А где бутылёк-то? Я шхилялся, шхиляться должен был. Вот я Василий, а. Давай, ждём, когда этот выйдет из-за дерева. Чтобы, типа, не попадал он по мне. Но план, в общем-то, сработал. О-о-о! За исключением того факта, что он может ещё и с руки навесить. Тык, тык. Выносливости нет. Не надо. Распокойся уже, хватит. Три пузырька, отлично. Пузырьков практически максимум. Я куда-то зашёл, тут вроде тупик. Не, не тупик. Ещё два куска кровавика. Короче, нужна пушка на агилу. Новая, для тестов. И всё будет вообще шикарно. Я смогу её сразу апнуть. Грандиозно. И 37 косарей душ. Ё-моё. А, да, вот эти патрули. Кажется, выход вон там, вот прямо по курсу. Четыре человека. Я помню. Ну, ясно. Надеюсь, вы по одному агритесь. Да, вроде бы. Не тему, а они сразу лезут. Значит, с тремя одновременно у меня шансы практически не пропустят. Так вижу. А, вон свинка как раз. Ну, я понял. Сейчас вот мы... Мы же вслед за свинкой упали. Соответственно, я могу... Как ты? Как ты? Как она через... Я застрял. Я не вижу вообще ни хрена. Силка. Не-не-не, не надо. Успокаиваемся. И помню, что сзади еще патруль там ходит, вроде. Но они достаточно далеко. 48 косарей. Как будто боссов поубивал. Называется. Прошел, поубивал боссов. Это возврат назад. Впереди... Впереди... Впереди троем. Я, судя по всему, именно туда. Почему чат такой большой? Меня пугают эти большие пеки. Как будто прямо в душу смотрят. Я специально сделал, чтобы покрупнее был текст, поудобнее было читать. О пеках я как-то не думал. Так вот, не думаешь о пеках. Она... Они постепенно поглощают, поглощают. Я надеюсь, что кто-то из них меня заметит. Вообще камешки для этих тем подходят. У них там у каждого катаны. Топ-фарм тут вроде. Ну да, мантич как раз здесь и бегал. По этим... По бутылочкам. Кажется, можно агрить свинью таким образом, что они начинают сражаться вот с этими товарищами. Сейчас попробую, когда вот кто-то развернется назад. Кто-то не развернется. Давай-давай. Вот мы, кажется, одного откололи. Вот так, аккуратненько. И пузырьки тут валятся с каждым. Клево, в общем. Все, одного сагрили еще. Одному-то изи. Но бутыльки все-таки падают не из каждого из этих упырей. Но часто. Так, не втыкая. 56к. Опа, кто это стоит? Я таких не встречал еще. Похоже на НПС вообще. Плачет девушка. Плачет девушка в автомате. Что случилось, красавица? С ней не поговорить. У нее кандалы. Платье невесты и кровь. Как будто ее закололи. Ну, может быть, это призрак. Сейчас осмотрюсь. В поисках, блин, шортката. Вижу лифт. Да, это, кажется, тот самый шорткат. Это лифт к лифту и к лифту. И тогда можно... Да, тут же сразу за углом, типа, этот. Да. Может быть, имеет смысл сейчас и вернуться. Ну, 56к. Ну, уважаемые. Да, еще кровь потрачу. Давайте лучше. Мне тогда нужна метку отважного охотника. Меток нужно покупать. Да. Да, 56к. Поехали. Заодно шорткат проверим. Патруль, такой патруль. Ходили вчетвером. Троих убили. Четвертый даже не заметил потери бойцов. Он тоже умер, в конце концов. Вдруг у них там какой-то метод вахтенный, что смена закончилась. Ну, хотя там трупы же еще остаются. Или пропадают. Пушки за озарение. Там пушек не было. Последний раз, когда я заходил, там только доспехи за озарение. Ну, вообще, учитывая то, что максимум озарения, наверное, надо, да, уже потихонечку присматриваться к интересным. Ну, я смотрел, пушек, вот до сих пор пушек нет. Все, вот. Пушек нет, доспехи, они не столь важны. По крайней мере, для меня. Ингредиентов хватает. Сейчас кинем пару левелов. За 20 с гаком тысяч. Ох, на второй не хватит. Сейчас мы души пожнем. 70-й левел уже. Души я из Dark Souls 3, не как к этим, к холодной крови привыкнуть не могу. По 10к. Давай сразу два лава еще. Что-то нам экономит там. Надеюсь, хватит. А, и тут по 5-ка, а не хватит. Чуть-чуть не хватит. Не хватает 1300. Но я наберу сейчас. Попродаю что-нибудь. На 1300 продать изи. И надо не забыть поставить вот ту, ту рунку на фарм. Факел охотника. Нет, скорее всего, вот эти вот старенькие самоцветики продаю. Несклевельные. Даже хватит. Тебе давно в DLC параду будешь очень сильный. Я был в DLC в прошлый раз, и там как бы вообще не френдли. То есть, я не сильно отличаюсь от того, кем был до этого. Благодаря модификатору А на пушке и прокачке вот ловкости у нас урон должен с вами расти прям очень хорошо. Я не обратил внимания на сколько. Ну, базовый урон 138, модификатор с плюс 159. Ну, там не только ловкость. Там еще и тайный, и немножко оттенка крови. Но, тем не менее, основной модификатор это именно ловкость. Пока не забыл, меняю резист к безумию на тайное озеро. Нет, какое тайное озеро? На луну прогрыженную, вот. Здесь у нас выносливость, здесь у нас здоровье. Тут восстановление щеков здоровья при смерти. Видимо, смерти противника ерундовый такой. Да, и нужно еще приобрести метку охотника, если она продается, потому что метки у меня нет. Учитывая большое количество душ, которые можно получить в том месте. Есть метка 1200 стоит. Сейчас купим одну меточку. Прикольно. Прокачали, сколько получается, 3 или даже 4 левела. Поменяли, как планировал, руну. И идем, получается, на... Кажется, хоры. Мерго. Лифт, лифт, лифт. Причем каждый из лифтов, по крайней мере, первый лифт, надо опустить будет. Потому что остальные вроде вызываются нормально. То есть, ты врубаешь, ну, юзаешь рубильник, и лифт приходит. А вот снизу его никак не вызвать. Да, мне сюда. Тут нет просто рядом. А, есть рубильник. Черт. Такой он, бас. Такой он, бас. Не замесил его. Он спрятался. В этом режиме будем с пушкой орудовать, потому что бэкстебы очень нужны. Ну, очень далеко. Видите, как находятся... Находятся там следующие этажи, нужные мне. Лифт ждали, не знаю, секунд, наверное, 20 полных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, 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 тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать до полного открывания. Ну, и последний, третий лимит, собственно. Главное, там не вдохнуть и найти какой-нибудь чекпоинт более удобный, чтобы не надо было постоянно вот так вот ездохаться. Чуть не выругался. О! Сундучок. Пузырёк крови Йозефки. Это восстановление сразу полного количества ХП. Пропустил окно. А там закрыто всё равно. А, на том лифте пропустил окно. Вот с этого-то можно, конечно, да, можно сигануть. Невнимательно. Да, я чатик читал ещё. Значит, прямо она должна быть? Нет. Если ты про клетку, то я из клетки всё равно выбраться не могу. То есть она закрыта, когда... Видимо, в целях безопасности. Так что с тобой случилось? Расскажи. Непонятно. Блин, мне кажется, опять босс тут рядом. И опять лифт. Что ж вы будете делать? Открыто она, говорят. Понял. Летушки-матрёшки. Опа! Мы попали в какую-то залу, где товарищи с клетками на головах выседали. Ой, на босса похоже. Ой, босс! Ой, босс! Там-там камень на плюс 10 лежит. Ой, босс! Оооо! Такие в арены, они не просто так. Как бы ежу, понятно, что меня ждёт гуф сейчас. Заходим. Ребёнок плачет. Плач очень сильный, громкий. И там люлька стоит под ногами костей. Так, крылья, четыре меча. много рук смотрим на удары крутятся кормилица Мерго смотрим как себя ведет пробуем как можно дольше прожить первый трай на средней дистанции пока она чуть не очень активная довольно медлительная жду какого-нибудь прыжка, чарджа реакции а вот он чардж с ударом перед собой ударяет чуть поближе подошел ёкарас это таргет спал темени вокруг множественные удары лениво она поворачивается это вокруг видимо удары очень ага, сзади очень слабенько надо бэкстэбить и не работает а че у нас не реагирует на то, что я сзади она какая-то странная пропала появилась а, может быть это когда когда вокруг темно она да, да, да здесь она была гораздо более адекватно работает опять целепорт болен таргет не поставился хорошо ой удары медленные, но весьма такие увесистые может провоцировать ее снова на ночь очень серьезный дилей перед ударами надо привыкать по звуку можно догадаться, когда она все равно еще позже я стелепортирую в смысле стелепортировался отошел от удара, но а, вот сейчас ночь будет, да? у нее что-то вообще мало интересно, будет вторая фаза? вау, как она так? вау, это вот как раз вторая фаза нехто ли две осталось да, две их стало их становится две во второй фазе непонятно, ладно справимся больше половины хп отняли теорема, босс без пафосной музыки не очень да, реально музыки нет, но скорее всего это фишка потому что ребенок плачет и, как бы, какая тут может быть музыка тут должна быть гробовая вообще тишина более того, от нее не должно быть никаких звуков то есть она должна стараться быть тихой медленной, и как раз может поэтому она и такая скорее всего идея в этом Джульет Лав говорит умереть на Мерго ну, понятно, что у нас встречаются одни эксперты и проходили по сто раз ну, я могу только порекомендовать стрим сразу пилить как бы и показывать как надо я-то, понятное дело, ну бас тем более на консоли это же не моя стихия я бы хоть зашел, получился так я захожу, Феликс смотрю по возможности но сейчас уже ГС не стримит он мистер джект странный товарищ на перемешку с политикой у него в голове какой-то бардак и никнейм такой типа отвергнутый вспомни родителя позвони ему они тебя любят без иронии прыгай, говорит, Никей куда прыгаешь а, с лифта я попробую прыгнуть да тут какое окно вот в это, наверное а, это выход как раз к мозговитам но тут есть лут поврежденный орган вот да специальный ну это для чаши для лабиринтов меня больше беспокоит сейчас проклятие которое явно будет у меня резистов нет я вижу мозговитого чувака который там стоит он идет ко мне у меня курсор больше опять, что ли, курсор? да, безумие оу там и безумие сработало я меня сейчас сожду просто но мне сюда надо бы сходить блин, менять не руну или нет с одной стороны без резистов это ваншот когда в подземелье пойдем скорее всего после основной линии если пойдем то после после основной так стоит ли а кто стоит на на фотке футболки я думаю это просто фотошип и тему взяли макет футболки с цветами правильным надели на чувака я по крайней мере его не знаю хотя может быть это и нет совели вряд ли сделал бы себе футболку так быстро скорее всего это просто фотошоп я не пойду сейчас в данный момент куску потому что нужно менять менять руну а это не к бром что за футболка футболка которую делаем специально к стрим фестом и который получит как раз те кто купит билет через там ссылочку которую дадут добрые люди в часики на стрим есть ему будет много интересных стримеров и профессионалы и непрофессионалы мантич опять же придет они закрываются ведь могу кинуть им ссылку на картинку с футбол конечно прось чего я буду против были в во второй фазе у босса как-то все значительно динамично начинается надо наверное все равно стараться держаться спины для того чтобы избегать большего количества ударов и возможно стоит в принципе разорвать дистанцию чтобы спровоцировать одного на прыжок чтобы он подошел к тебе а второе типа чтобы там подползал памятным аккуратно но все равно чё и лифта не возвращаю у нас оставлю пустую раковину фантома на вторую фазу в надежде на то что мне нужен будет там дополнительный дэмэдж его хватит для того чтобы добить поехали кормилицы прыжок сюда надо ближе подходить ёпресса ты вот это удар я его не идентифицировал и до свидания вот он опять сейчас случайно вернулся на самом деле на 5 на 5 на 5 на 5 на 5 на 5 ой ой два удара я заходил просто темнота группа молодежи достала все таки а сейчас будем сзади на петлю она абсолютно слепая части ударов достает а уже 2 откуда вторая-то появилась далеко не половина т.п. может она всегда была в этом режиме но это какая-то значит глаз чешется они повсюду ё-моё они как будто телепортируются прям к тебе и все и пропадает иллюзия о снова труда ну правило а сейчас как корпус предлагаю бафать сразу пушку и есть 32 урон а вот этот удар не такой опасный если сзади хорошее болин я уже пушку отпустил они еще не отпустила ну давай уже натыкивай ну то есть у нее даже фаз нет по сути вот она переходит в мрак я не знаю как первый раз и и на халяву так убивал мне показалось это фаза очень-очень-очень халявный ребенок все еще плачет не xp еще не дали как будто она еще жива кошмар повержен до должно было закончится 86 косарей одна треть пуповины мне уже давали одну треть и я не помню к чему это привело одна треть пуповины великая реликвия называемая иногда нервом оком куда ты ее сбагрил теперь у тебя две трети пуповины повезло и тут сразу же фонарик я предлагаю вернуться домой потом спуститься и пройти по заменить как раз сейчас руну прокачать пару левелов тебе третья часть нужно ясно а это три озарения ясно поделись поскольку уже твой билет купили кажется человек 8 но на самом деле будет человек 15 20 я буду уже доволен счастлив потому что потому что и так хорошо 37 ловкости можно попробовать не не буду я пробовать больше делать надо три пуповины секретного босса в игре 4 2 упустил понятно чиним оружием кровавых самоцветов нету 23 косаря нужно куда-то может кто-то в ассортименте появится новое так не продать и купить нет 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 ничего расследитель был это тоже был кейнферст забыл руну поменять сейчас секунду пора в dlc почему в dlc ой тут все горит кстати жарко вместо луны ставлю вот глубокое море добавление сопротивления к безумию на двадцатку и так предметы ок давай купим либо пулек либо бутылок наверное чуть-чуть все таки пулек куплю вот так штук 20 на один забег остальное это бутылки 20 штук так теперь возвращаемся туда спрыгиваем с лифта и мстим тому чуваку который у меня в прошлый раз схавал скотина ты скиднул диалог где кукла говорила что делать дальше ёпресс это и еще что-то на плюс 10 находил в окне нет там не на плюс 10 там там какую-то другую штуку для для чаш ну на плюс 10 насколько я понял я не так и не добежал стоп а где выход а вон ну да босс несложный конечно можно было его и в первый раз пройти если б я не не запаниковал просто скипнул бы эту иллюзию вернулось все бы в первую фазу и все проблем никаких и она исчезла подруга так а мне интересен именно вот этот шорткат да и окно не не оно значит противоположную сторону просто но снизу проще прыгать чем сверху что у тебя есть опция а первая же мне нужна ты блин дурак я же на прошлом липте должен был спрыгнуть в окно а вон она и лежит двигаться довольно медленно поэтому как я промахнулся и все что все и 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 точно ой я отсюда бы если бы свалился не упал бы это лифт никакой да и второй тоже вроде недолго совсем ой там согревел если здесь лифт вызван а он не вызван здесь кажется я тоже не разбиваюсь по идее не высоковато более он быстро едет в отличие от прошлому так ну проще конечно мне этот лифт вызвать пусть а он уже здесь я к тому что спуститься на нем потом спрыгнуть не верю вообще что как так вообще о салла грани был я там серую поддерживаю что-то дал на сумму 100 рублей микки историческая справка которого ты убил так зовут не мерка так мерка это ребенок за которым смотрел босс да ёппараса ты а сейчас еще безумие не 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 нет безумие главное чтобы пустила не успею умру час до да я рано перекатился он мне все равно схватил в обходить его слева справа там места особо не было блин черт но там что-то ценное туда пойду если там реально грейд на пушку плюс 10 то ради этого стоит потерпеть нормально ты летаешь с это охотника лучше резисты к безумию как там все равно минор очка получается стрим атака к чему это все если болен что же делаем эту кнопку нажимаем если ты выиграешь на смене доспеха плюс 40 плюс 50 у тебя один одна штука 200 дает при этом ты потеряешь по физ резан скорее всего короче неважно да ты писать тоже будет на стрим-фесте сидит судя по потому что я знаю ты холли может еще какие-то девушки стримерши на полный список участников и на сайте можете посмотреть так как здесь колбаски 5 еле-еле так аккуратно просто аккуратно чармишь раз выходит к этому упырю поворачиваться от захвата твою шметь да коп а он не прост он не прост твою шинка лево ой господи как же эти ненавижу то ладно последний успокоительный но слава тебе господи 10 царей 10 ксарей за упыря и безумие дорого мне цвета в полице холодная кровь ну ясно там уже следующий упырь у меня фласок соответствующих нет их двое там еще ну круто что скажешь скипаем пожалуй дам бейлер говорит тут нет ты лучше у нее спросить там же дополнительных еще участников набирали предлагали там ой самоцвет самоцвет универсальной свиной крови но я сейчас сдохну что безумие здравствуйте и все нет да нет как ты достал то скотина ой живи живи муждан живи живи раз выпил раз ушел два нет 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 вы об идите нафиг ох как же я пью как же я пью Беги, Межган Беги, просто беги Там масса паук Господи, как я выжил Ой, вот это хорошо Вы видели? Кто смотрел в холлскрине Это было так жутко Так страшно Так круто Что-то какой-то рубильник Я жму Там еще дырка слева И что это у нас тут? What? Это тос На дно Это мы скинули Тот организм Который Из башни всех безумел Так, тут точно ничего Прям вот вообще ничего Даже не пытаюсь Можно вернуться назад Ну и серии посмотреть, что в этой большой комнате за лут Если ушли те глазастые твари То... Кстати, этот круглый самоцвет я могу поставить вместо треугольного своего Потому что он... Пауки за углом прям Ах ты скотина Что у него... Что у них за головы? Это какая-то нелепая текстура просто Ах ты... Вон там... Просто в голову... Что это? Ах ты... Что это? Ах ты... Ах ты... Ах ты... Вон... Наркомания какая-то А тут вот СВ крови самоцвет Он как раз на физуху Сейчас аккуратно верну Оп! Парамп... Я понял... Понял был неправ Ух-у-у-у-у... Хорошо поют Ух-у-у-у-у-у-у... Ух-у-у-у-у-у-у-у-у... За хлоп и за гребущий Видит чёртв! Хотя здесь ксарей не жган 10 ксарей на дороге не валяются Ты точно хочешь так всё взять и просто отдать стримотада, ты уже достал мне рассказывать, что нужно сделать честно, говорю как есть, прекращай да, я понял как у него что, глаза назад а, ну да, у него глаза на затылке хрен с ним, не хочу из-за ваншота тут погибать на дно а я тут был и тут я был но мне сюда, скорее всего раз мы скинули тот глаз здесь спокойно и можно было спокойно полутать сейчас а не делать это в попыхах в самом начале ага, вижу лутецкий тут спрыгнуть можно но я сначала сверху посмотрю тут прохода нет, нет ну спускаемся аккуратненько три хилки, правда тут повсюду глаза наросли и вот он, кровавый камень который делает пушку плюс 10 правда вниз падать правда вниз падать вообще не хочется и тут не зря разлом такой в стене лучше, наверное, отсюда свалить через него я окажусь у входа к этой теме нет, это вообще у чувака с очками да, да, да ну можно свалить в общем-то используя знаете, я не хочу юзать последний апгрейд на свое первое оружие потому что вдруг сейчас появится хотя ладно юзну штормик, вчера был варик ты что пропустил вчерашний варкрафт, что ли? блин, я же его проанонсировал как, как ты мол ты меня расстроил, штормик ну серьезно штормик, где ты был? вчера же играли в варик на горении такие каточки я побеждал периодически я смотрел ну так значит сегодня не варик сегодня другое вчера был варкрафт сегодня другая игра все справедливо почему, почему ты думаешь только о собственных желаниях как? в DLC еще есть на плюс 10 во-первых, пока не забыл беру меточку все-таки про грейджу текущую пушку на плюс 10 дальше надо будет поставить самоцвет круглый круглый значит универсальный он пойдет в любой слот насколько я понимаю чиним саблю значит урон 137 плюс ой, я не то 137 138 плюс 164 ЕА, ДЦ если мы усовершенствуем то будет что? ЕА, ДБ кстати по тайне получается по 15 будет бонусный урон ЕА, ДБ 150 и 100 на 12 базовый урон и соответственно бонусный возрастает 184 а там 164 на 20 круто очень круто поехали ах, плюс 10 пушка оружейник вы получили приз и теперь попробую вот вместо этого поставить ох, физика плюс 18 вот он кругленький стояла до этого атака на чудовище 14 то есть не по всем и меньше и тут как бы плюс 18 урон не плюс 184 а плюс 244 вот уже два самоцвета есть плюс 18 физики надо еще найти кругленький вот такой вот чисто на физуху который вот не физическая атака 12.6 и объединенный потенциал а вот чисто физуха ё-моё ну и так сейчас урон конский просто у пушки должен быть 150 плюс 244 244 так ну может действительно в ДЛЦ сейчас пойдем раз пора соборный там у нас утащат и вперед попробуем затариваюсь на остальное пора в ДЛЦ страдать да давайте пойдем в ДЛЦ там я конечно урон наносил такой несерьезный сейчас вроде способен глав главный собор кажется нет соборный округ соборный округ прямо направо нас утаскивает и мы вроде в ДЛЦ ты еще две-три локации в оригинальной игре не прошел еще ДЛС полигры короче есть так вроде как по времени сейчас пора а то потом будет типа легко слишком я сейчас и так пушку из сна охотника через могильный камень да я опять не туда пошел из сна охотника через могильный камень могильный камень который у магазина одинокий стоит да у меня там фонарики есть ДЛС точно там я практически до босса добежал то есть я добежал до босса и умер то есть путь приблизительно до босса в ДЛС я помню но там такой тернистый путь наверняка там чекпоинт есть где-то поближе и надо будет его попытаться найти но кошмар охотник штормик ну я не знаю когда варик ты подписывайся на уведомления начали трансляции сразу узнаешь ничего ты не понял после моей предыдущей фразы ничего кошмар охотника кость меняю надо выкинуть ненужные вещи по крайней мере вот так сделаем ну и здесь можно сейчас с первым охотником проверить насколько дамаг возрос я его бил долго и мучительно в прошлый раз ой ой 280 вот это уже другое дело не нормально все я кажись готов ох умеряющий самоцвет как раз тот самый самоцвет который на физуху которого мне не хватало да ладно это он это он сколько нет там же еще зависит от того нет это не он такой у меня есть вот они две у меня сейчас стоит непонятно какая вот два других ах это забираемся наверх можно много скипать на самом деле чтобы пройти помним про подлый шар я не тем типом атаки орудую просто с ними лучше вот так урон меньше но зато можно сразу этот этот тип атаки кстати побыстрее получается фух раньше давление слались хотя бы на e-mail сейчас подписан ничего не приходит все нужно приходить может быть слетели настройки зайди на странице канала и внизу рядом с кнопкой подписка есть опции как подписываться ой с таким уроном конечно что-то не хочешь своих убивать ну это обычные мобы но в прошлый раз мне нужно было довольно много времени чтобы с ними справиться а вот дальше пойдут посерьезнее тут пар обычных и один плотный с двуручным оружием вон он паразит а блин сколько ооо ну хотя не нормально он почти с там лодится ну конечно там заречь да сзади молодец с молотова кидает скотином ну ладно дамага уже хватает я согласен я согласен хватает дамага все хорошо работаем я все никак не могу привыкнуть не у меня не 18 плюс на канале поэтому я не буду оскорблять персонажей в игре вот он он молодец он молодец он педагог он крысовчик мимо самоцвета очень классно баф просто сказка представляю что будет когда я дойду до конца по основному прогрессу там же там же тоже дамаг должен быть приличный классный вот гейм дымов шанса как иначе конечно надо отработать путь возможно даже скидать побольше до этого может быть не убивать там дальше проблемы начнутся потому что да ёпп рст я джор кстати лучше после того как урон повышается пузерек заметно лучше джор идет добро давай иди сюда я не перебиваю этот удар ему да ё-моё нет извините хотел отъесться не отъелся только недавно зильярд пересматривал говорит эндорфин что там зильярд вообще конечно крайне сложная игра для своего времени для того возраста который мы встречали эту игру и на ютубе есть конечно записи многих старых игр зильярд одна из тех которые подросткам в 10-12 лет практически не проходят на мой взгляд полностью то есть у тебя знание английского хреновое у тебя нет выхода в интернет у тебя еще соображалка и опыта по играм довольно мало а там игра которую ты в принципе без такого нормального абстрактного мышления без рисования некоторых уровней на бумажке пройти практически не сможешь мы с братом когда повзрослели лет наверное 18 было уже он сначала прошел зильярд потом на трансляции я тоже прошел по сравнению с любой из современных хардкорных игр это конечно зильярд вас просто унизит просто сразу унизит даже в текущем состоянии что все молодцы все опытные как мешали первый раз мне кровать оп сейчас подожди я убью этого товарища потом же прочитаем интересно как человек который нг7 пробежал ну я если честно мне больше дарксоус понравился вот там как-то и боссы пожестче ну были такие боссы на которых ну типа как танцовщица ты на нее приходишь и остаешься на пару часов понятно что там было без без прокачки на ней оставался но были такие которые с прокачкой довольно неплохо тебе объясняли что ты не прав блин может реально того сначала убрать да что ж ты делаешь миш ну не надо так нормально вернулся таргет снились этого купыря убей козлина тупаем ну давай дуэлечку да уже все не все последний удар еле-еле вот еле-еле просто 4 пузыряка правда за него дали это очень хорошо так вот в той реке крови я был там не очень но там как раз тоже дамага не хватало я еле-еле убивал одну пузатую а здесь я не помню что будет там был лут ага вижу все понял да босс кажется вот влево если бежать там будет босс нет все равно жестковато по дамагам и по количеству жестковатым да епаразитет понятно не надо было завязывать сражение сразу четырьмя там такой рейндж клевый до свидания сейчас просто надо до босса добегать и все стабильно просто добегать до босса больше ничего не нужно добегаешь до босса смотришь на босс убиваешь босса профит если лут вокруг есть то ты его подбираешь но я не я помню в прошлый раз я все пособирал мимо них пробежал проблем никаких абсолютно спокойно качал софткап хп бб сразу как только мог говорить что дс сложнее ну я и дс третий в общем-то не без прокачки и тем не менее даже когда у тебя хороший полоск хп есть боссы которые там маншотают например не знаю есть ли блатборни такие но я пока таких не встречал вот вообще конечно если хочешь страданий качай пп но я вот блатборн не очень хочу затягивать это прохождение прямо так скажем поэтому я осознанно в софткап хп качал до 25 и все суперстраты если убил моба значит имеешь право его скиплить все по-пацански дс сложнее если не проходил первый дс они похожи как у меня блатборн туда сложнее ну я проходил и первый вроде я только демон соус не проходил в принципе а так-то и первый и второй дарксоз не проходил поэтому исходя из данной логики не могу сказать что это правда как бы у меня пробежать то здесь а пробежал кое-как так надо все-таки тут вот разобраться вроде бы мне налево вроде бы справа ничего ценного надбежать о это пузырька крови подъем наверх и тут еще ртутные пули ой двоим нет что ойх много много падаем лучше падать ёпрыс это я куда и упал а это и к этим упал стреляешь будет ой ё-моё сейчас очень легче давай бабчик сделаем ничего не не хотят хорош нет не падай давай отбирайся от него не падай молодец ой тут забираются упыри вы посмотрите у них тут 2кхп 2кхп карл куда они все делись только что очередь выстраивалась буквально живая здесь я тоже не был ой вижу меня ждут фрэнги что ли поговорим цель с т смотрит если вы и р у до города до у очень интересует кошмары ну все понятно надеюсь шорткат очень похоже на шорткат нифига себе реально шорткат это прям с собора ну то есть кошмара охотника выход так на теперь главное не потеряться и найти дорогу к боссу я удачно свернул так можно наверх можно вниз только сюда сюда я вроде не ходил олут перчатки констебля я видел этот сет мне не очень понравилось я там не был там можно help взять внизу лутецкий судя по всему мне тогда нужно по этой речке кровавой дальше идти слева я пришел на правый я ухожу есть пещера там рядом с лутом трутся пупыри ну и там трое 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 backstep конечно напрашивается не тот но все понеслось я ради лут это дело так но они тут вроде как вернулись чем-то очень увлечены они где бэкстеп вашу налево ну где бэкстеп когда он так нужен кстати урон с этой атаки у них не серьезно просто они охренели львы друзья мои хорошие ну иди сюда иди давай поговорим нет зачем да да бей ну что подруга не нет 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 и прискакали штаны констебляет чувствовал что не зря не зря потратил блин пять бутыльков так допустим пробегаем допустим пробегаем вижу клетку здесь я помню был забегал можно забежать наверх чтобы срезать поднимешься окажешься на да можно нет я вроде забегал забегал он вранье слева тупик дверь закрыта что бутафория мне нужно на лестницу идти ой-ой-ой-ой карамба и народу тут вообще огромное количество точно не как-то вообще никогда непреодолимое препятствия непреодолимое препятствие долгий путь босса прекращаем ну как ты попал я же давай забирай 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 ой пей по пути пей ну выпей ну не можешь так ааааааа да туда должен долгий путь босса мне кажется где то штуком значит есть там бомбить будут люди эти вот великаны вот и может быть где то в оба бобок 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 не надо не надо не надо опасно поджарили где-то здесь может быть проход о чуваки опять вранье олут сейчас еще под одно ядро, да? 5 пузырьков в крови теперь у меня есть 13 пузырьков но сейчас как раз босс будет босс, барбос меня тут убили перед боссом а ну вот это вот дурочка ой страшно, страшно босс костер пропустил, вот это косяк пожалуйста, помоги нам помоги нам ой 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 Мечи у него за спиной. О-о-о-о, пасть, клыки. А-а-а, да, да. Две даже пасти. Кошмар, я что-то захотел по-маленькому сейчас сходить. Ну, смотрим. Крыжок-удар, 40% ТП. Вокруг после... Оно. ...серии ударов, и я ее практически не пережил. Блин, как же далеко он бьет. Ой, какие чарджи клевые. 322 он может быть он. Так, старайся заполнить движение. Ой, я жив что-то? Нет. Так, вообще ничего не понятно. Делаем перерыв. Я скоро вернусь. Откроем поближе чекпоинт и будем, блин, изучать. Красавчик. Классный. Резкие удары, мощные удары. Супер. То, что нужно. То, что нужно. Как же, ну, не готов. Топ-топ-топ. Спасибо. Продолжение следует... Ну, смотрите, что я запомнил. У него есть удар вокруг, у него есть серия ударов, и они все... Ну, все было перед собой, он вперед идет, его можно там сзади каким-то макаром еще подрезать. Прыжок, при котором падает... Ой, не сюда. Прыжок, при котором падает таргет, и он... Стоп. Или сюда. Да, сюда получается. Ну, нужно чекпоинт поближе. Мантич, чего без прокачки реально там, помню, неделями просто втраил. Но у него было и оружие хуже. И там чаще всего был ваншот вообще. Так что не стоит... Опачки. А, это просто свет, я думал там лут. Да брось! Где-то здесь должен быть фонарь. Блин, собаки опасны. А я еще... Внести на типом оружия. Слева его точно нет. Там тоже его точно нет. Он вижу лут. А, я тут на самом деле довольно много времени провел в прошлый раз. Снизу его тоже нет. Да хорош! Короче, побегаем из-за себя. Полотенский справа. Вот если... Здесь надо внимательнее присмотреться к фонарю. Там лут есть. А я мог из-за этой стенки попасть? Кажется, не мог. Давай здесь проверим тогда. А тут очень... Ух! Черт! Ругается опять. Два удара. До свидания. А, он с красными глазами. Это особые крепости мог. Вспоминая Людвига. Во-первых, надо зафиксировать типы ударов с разных рук. Потому что он бьет и так, и так. И наверняка... Ну, они точно не наверняка, а точно различаются. То есть, есть определенные типы или серии ударов с разных рук. Вот. Это первое, что нужно сделать. Второе, нужно понять, когда он начинает те или иные удары в зависимости от дистанции. Скорее всего, более-менее безопасное место это сбоку или сзади. Потому что большинство атак, которые я ловил, это было перед... Перед... То, что он бил перед собой, и он еще сдвигается вперед при этом. Короче... Еще джойстик вибрирует, когда по тебе вот эти вот плевки проходят. Ну, я слышу пса. Слышу, да не вижу. Я пытаюсь свалить просто. По-быстрому отсюда. Бафну оружие. Полный хп. И попробую с этим товарищем, наверное, в альтернативном режиме побиться. Ой, он не станул сейчас вообще у меня. Ёбарес это. У него клиф атаки, и если ты его обходишь сбоку, не факт, что... он по тебе не попадет. Атаки медленные, но... два удара и ты гуф. Ксендай, да. Пока озарение непонятно, куда тратить. Ингредиенты мне не нужны. В магазине продается только армор, который... не очень. Кстати, я же должен был армор еще на палача. У меня же физуха не очень. Все, меняю на палач. У меня же армор под проклятие вообще. Сейчас будет значительно лучше. Может быть, мы пару ударов будем лутбери и вали. В том-то и дело, что с него может выпасть что-нибудь ценное. Никотинекс уже сделал. Все в порядке, сменил. Кровавики у меня есть. То есть у меня есть запас на грейд пушки практически с нуля до плюс 9. С этим проблем и нет. Так, а если я сразу побегу? Я заберусь, наверное. Ох, получился. По задней сразу. Лут, конечно, так и манит. Но там тупик в любом случае. Там нет... Там нет костра. Надо посмотреться. Может, костер есть поближе. Блин, там уже выход. То есть его-то тут тоже нет. Если только слева где-то я его не видел. Да возьми лут, я оттуда не вернусь, я умру. Но я в любом случае возьму какой-нибудь пробег. Из пробега. Ааа, у него рейнджа не хватает, что-то. Вон слева можно, смотрите. Там обход. Я там не был. Точно. Ооо. Какая грязь. Вижу лутецкий. Вижу, как тут люди умирали. Перчатки мясника. Сет. Дали. Ну а что я здесь делаю-то? У него хп до хрена. Понятно. Дам у тебя к черту. Так, это бутафориям. Да как? Там тоже бутафориям. А здесь я был. Неужели где-то здесь фонарь пропустил? Нет, я вроде смотрел. Из-за этого, интересно, всегда выпадают? Опа, ты кто такой? Ааа, это та подруга прибежала. Справа толстяков. Справа толстяков вроде купил. Да, здесь всегда по пять бутылок. Ну это, да, понятно. То есть тут тебя снабжают необходимыми бутылками для того, чтобы... Так, давайте посмотрим на сет вообще, новый же. Мясника. Физрез 100. Отравлению безумию хорошие резисты. Прямые ударные не очень. От молнии неплохой резист. Огонь. Короче, на самом деле он не сильно... Не сильно лучше текущего. Только резисты ровнее по безумию отравлению. Может быть другие компоненты. Но, как правило... Да, перчатки мясника лучше рукавицы. Так, а ну-ка. Я не знаю, что лучше. 60, 40 или 70. Ну, короче, как от прям... Ммм, ладно. А, вон, слева же. Сюда не ходил, действительно. Дверь бутафорская. Но вот сюда я реально не ходил. И тут фонарик. И спуск вниз. Очень удобный чекпоинт. Не буду дальше идти. Вот вниз там, прямо. Сначала на Людвига. Хотя можно было сходить, на самом деле. Но я не буду. Так. Теперь внимательно. С какой руки он бьет? Что после этого происходит? Какой дилей? Постарайся пожить как можно больше. Работаем. Таргет поставили. С левой руки в прыжке. Удар одиночный. Справа одиночный клифф. Но может быть продолжение серии. Вокруг с левой руки при... Блин. Он какой-то дикий. Ага, сделаем. Можно. Вокруг себя, да? Крутится, да? Ё-моё. Реально от него даже в некоторых случаях не отступишь. То есть, может быть, даже бежать надо, чтобы подхиляться. Я одного удара не нанес, не пытался практически. Пару раз только попробовал тыкнуть. Но... Что мы помним? На средней дистанции прыжок, удар с правой руки одиночный. Крик и вокруг себя крутится. Попробуй парировать. Не-не-не. Такую туши ты... Парировать... Вряд ли смотришь. Да, надо пытаться, наверное, уходить в ту или иную сторону от удара. Уже сейчас. Потому что по факту получается, что... Если ты будешь на него смотреть, он все равно до тебя дотянется. Так, выбираем направление. Какое направление? Очень плохая музыка. Поехали, работаем. Удар в прыжке. Ага. Давай, хилк, не жалеем. Прыжок, скорее всего, будет. Ай. Ага, это вокруг. Очень опасный удар. Блин, что-то я не узнаю этого удара. А, и начинает прыгать. Это что-то новое. А, здесь, наверное, с ней рейд можно атаку сделать. Воу. Что ж я чардж-то не увидел его. Это еще один удар в прыжке, причем с колоссальным делаем. Ну ладно, четверть и как-то сняли. Что понятно? Ни хрена не понятно вообще. Когда он начинает вокруг прыгать. Когда он поддевает вот этой вот левой своей рукой одиночным ударом. Но каждый раз перед ударом есть характерный крик. Возможно, стоит и на него обращать внимание для того, чтобы... То есть надо попробовать уклоняться в зависимости от крика. То есть крик и какое-то действие. Может быть, есть взаимосвязь. Может быть. Посмотрим. Потому что крик-то я слышу постоянно, а вот удары не угадываю. Поехали. Да, и я думал, что... Блин, не вижу его таргетку поставить. Хульком. Угу. Нет. Да, и причем звуки разные. Звуки все разные. Вот этот удар я вообще не понял. Что это такое? Ага, понял. Этот тоже удар непонятен. Понятно. В правую сторону только отходить. Хотя, если буду отходить в левую... Ой! Нет, нет, нет! Короче, крик хорош. Крик мне помог сейчас в нескольких моментах просто не видя нормального удара перекатиться вовремя. Увидели несколько еще новых ударов. Это вот рейнджовая штука. Наверное, имеет смысл сокращать дистанцию, просто подходить, уклоняясь справа, для того, чтобы ему там в бок побить. Или даже попробовать перепрыгнуть ее, чтобы... В противоположном направлении, чтобы к голове вообще добраться безопасно. Чтобы один прыжок, и все, и профит. А, слушайте, я же еще должен не лениться и по пять бутылок вот отсюда выбивать. Точно. Тут же чувак стоит, и бутылки дает. Надо каждый раз к нему заходить. Так, там были еще какие-то непонятные вообще темы. Надо идентифицировать его удары. Так. О! Понял. Не так. Ну вот не надо сейчас вот... Если прыжки, то... Никаких... Смотрим, хорошо вот уже удар идет. Чардж. Так, этот звук я запомнил теперь. С низкого начинается. Вот так вот. Более длинный и снизу начинается. Хорошо. Окей, окей, окей. И кажется, он уже раза три падал, что можно было попробовать ему в инсенерейт атаку сделать. Сложность в том, что он не так долго лежит. И я нахожусь, как правило, сбоку. Можно попробовать еще поменять тип оружием. Нет, как раз нужно вот с текущим. Там рейндж повыше и урон повыше, кстати. Колющий... Колющий урон. Вис... Висцерал. Висцерал. Как он на русский переводится? Офига себе, майкер пострелился. Ты клето жишь, жарко жишь. Да и более практично, я знаю. Вообще, нам дналось состричь, собственно. Опять я этот удар не могу. Хорошо. Хорошо. Вот сейчас этого можно было. Но у меня выносливости нет еще. Чардж? Узнал по звуку. Что это такое? А, он сверху сейчас упадет. Понятно. И как вот понять, когда он упадет? Улетает. Очень большой дилей. Но там, опять же, есть звук. Перед падением есть звук. И, наверное, по нему нужно реагировать. Блин, классно. Гоу по хардкору на лысый военкомат. Мне 30 уже два года. Какой военкомат? Что по хардкору? Меня там не ждут уже. Все. 32. Господи, какой ты старый. Ну что, какие ставки? Ну, пока никаких. У него же еще вторая, может, третья фаза будет. Там вообще неопределенность. Я... Ну, по первой фазе, я думаю, еще десяток раз максимум, и мы его убьем. То есть, главное, вот от ваншотов научиться. Опять! Нет. Он сейчас увернулся от этой атаки. Опять не вернулся. Но тут очень короткий удар. Надо его запомнить. Ну, это вот другой. Другой. Не, 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 не. Ёпперы, СТ. Не, 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 нет, я многие удары просто не идентифицирую. Вот что это такое? Это серия вперед, как обычно. Это вокруг. Может его провоцировать на прыжки вообще. Вот это что-то вообще новое. Вообще дичь. И да, можно вернуться в от рейнджовой атаки. Нет. От рейнджовой атаки влево можно уходить. Это точно. Прям точно можно от рейнджовой атаки уходить. И прям бежишь на него, уходишь налево и по башке ему бьешь. Но серия приемов вблизи, то есть я их уже визуально представляю, но более-менее узнаю. Но не знаю, как от некоторых его поклоняться. Но это очень хорошо, что появился босс такой, на который мы с вами сейчас будем прям отчаянно бегать. хорошо тут по 5 бутыльков дает еще бедному студенту. Так. Вообще прыжок с ударом пока самый стабильный вообще на уворот. Вот это тоже непонятная атака мне. Вот тоже непонятная. У него с десяток атак на вскидку. Уже сейчас у него с десяток атак самых разных. И в этом его главная сложность. На мой взгляд. По крайней мере на первой фазе. вот эти вот отскоки еще с одновременной атакой. Может быть имеет смысл опять же не, наверное не имеет смысла чередовать в разных направлениях от ударов. Там скорее вопрос делает, чем направление. А, даже так? А мне показалось, что он на этом стоит. Почему в прошлый раз она не согласилась? Интересно, как я там умудрился пробежать? Может пушку новую? Нет. А, хотя ту катану типа прогрейдит проверить. Можно, кстати, да. Но пока нет. Потому что сейчас не в катании дело. Не в пушке дело. Дамаг-то я хороший наношу, а вот поворачивайся хреново. Ой. Угу. Крыжок Крыжок Далековатый. 200 урона. Капец, какие серии классные. Ой, чарж не угадал. Вот этот и застрял еще. Выкол. Не спасет. Нет, звука нет при приземлении. Звука при приземлении нет. Крыжок не чарж. Не угадал. Вообще одна серия неправильно вернулся и до свидания. 40% хп отняли. Кровь два раза капает, потом он падает. Ну, окей. Да, наверное, поэтому нужно ориентироваться с потолка. Лучше не подсказывайте такие вещи тактические. Лучше банить за такие подсказки, потому что мучения и страдания вот что нужно на трансляции. Еще сейчас видосик посмотрим, гайд, как проходить этого босса. нет, это сделает сделает прохождение значительно менее интересным. В прошлый раз я думал, что это вообще бутафория. Так, что я помню? Есть серия ударов, которые каким-то чудом я вблизи про это самое уворачиваюсь, но я даже не видел, что это за удары. Вокруг. Все равно попал. Он уже упал. 3-400 урона вокруг себя крутится. Так. крутится. Ой, нельзя. Нет. Ну, нельзя, когда у тебя хп нет, с ним пытаться. Я хотел хп восстановить. Хрена с два. О, там лут лежит. фу. Фух. Окей. Сейчас увернулись от чарджа, хорошо. Сейчас увернулись от серии ударов вблизи, отлично. В конце сдох, но сдох как бы заслуженно вполне. У вас интересно. Причем от чарджа надо уворачиваться вот прям вот близко к лучше тремя ударами ее убивать. Потому что это быстрее чем вот эта анимация понтовая с бэкстебом. Но судя по динамике тут можно сделать ставочку до полночи 10к для разогрева. Нет, нет. Я, во-первых, не знаю какая вторая фаза. То есть с танцовщицей я представлял что там дальше будет. Ну то есть вроде второй фазы до исключения спора доходил. А здесь вообще непонятно что с этим боссом как бы мантич его травил несколько недель. Правда без прокачки но вот опять я нет блин еще не дает мне подхиляться. Хороший босс. Нет, недель-то месяца блин он с заходами делал. То есть он же человек все-таки и ну рабочий так скажем да очень много тогда времени уделял и сейчас уделяет работе. Я помню как он уходил там на месяц возвращался недельку играл потом снова пропадал на месяц поэтому там сложно сказать сколько именно ну если брать вообще полную наверное цикл то там было нет действительно там 4 наверное 5 месяцев но по факту он играл там не знаю несколько недель да и вдобавок не профессионал говорит льда действительно но скромный стример хороший босс мувсет интересный мувсет непонятный и тем интересен тут тут хоть первый удар вокруг у него зона сзади слева от этого удара ой да как достал ладно давай прыгай я знаю ты хочешь воу чудом увернулся да ёппер с этой таргета ставь прикольная штука опять будет прыгать по мне ладно давай друг опалкиваем зря так ну почти половина хп опять буду сверху падать два да ёппер стф таргет а там чардж да все ну тут таргетом еще будут проблемы как вы видите который спадает наверное не стоит находиться рядом со стенками в принципе для того чтобы ну для того чтобы ты не оказался рядом со стеной и судорожно не искал где находится босс и даже если он будет прямо перед тобой это не самое безопасное мягко говоря место потому что камера вертится ты движение не видишь ты слышишь только звуки и не факт что сможешь адекватно среагировать да ну сейчас было по стабильней поуворачивались при падении от него разок удалось увернуться от рейнджовой атаки подойти к нему там по во время выстрела там к нему побить хорошо может тут поможет как в ДС с Титаном не-не-не-не нет там есть лук можем за ним сбегать но Людвиг не такой это не на уступление удар блин не узнал я эту серию сейчас перед собой еще пару раз ой да как он достает ну вот этот удар я помню попал все-таки вокруг а вокруг либо ты его обходишь отжираемся отжираемся ай паника началась надо четко засесть засечь когда нужно перекатываться чтобы он тебя не убил после второго этого после второго кровавого дождя сверху потому что вот паника и вот эти вот рандомные перекаты это видите к чему приводит так окей как удобно что здесь оставили создатели игры заботы 5 я даже прошлые пару краев не тратил столько хилок позапрошлый точно не тратил столько хилок патрик сар менее но интересно так отвечу вот этим ударом он достает сумасшедшим образом такой рейндж классный и вот этот удар так и не вокруг так и не научился кстати вот от удара вокруг может быть даже спасет сокращение дистанции мне кажется тот самый удар который я каким-то чудом избегал находясь непосредственно близости к нему или находясь за его спиной то есть он перед вроде там с собой почти вокруг как танцовщица кстати у нее тоже похожий удар есть так раз и она чертит мечом чертит 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 мечом вокруг себя где-то наверное сектор на 240 градусов что тебе есть довольно приличный такой островок где ты можешь спокойно находиться и ее лупить еще вот здесь кажись похожая тема именно с этим ударом надо проверить вообще может быть действительно находиться совсем рядом прям совсем рядом может быть для начала нужно удары на крутится оп отступает хорошо а это не тот удар который с кровью мы ждем твою шметь можно уйдет кто вокруг себя крикса нет что-то я не алло нет а я понял я понял я теряю полностью извиженно когда да вот чардж я его полностью извиженно теряю когда он уходит прыгает а вот это серьезный удар раз два о хорошо вроде заметил выйди чардж можно и заранее в общем-то ходить вокруг вот вокруг я не знаю честно делать вокруг вторая фаза ха-ха под зад получил вторая фаза довели 10 попыток кстати уложились во второй фазе как я и планировал вроде как близко должны должны были уложить но это будет жесть сейчас до ручечка меч людвига ой трендят о о о я вообще не видел о о о о о о о Сейчас чувствую, будет бым. Да ладно! Да ладно! А что такая халява? Бей, бей, вставай, бей! Что это? Ёпреста! А чё босс такой из-за? Да я тот босса, который говорили крутой, по второй фазе с первого раза убил. Руководство дали какую-то рунку. Да, понятно, что у меня конский рунг. Я как только понял, что уворачиваюсь от двух-трёх ударов, когда вот понял, что механика довольно простая, я сразу зачармил пушку и пошёл уже на ачивку. Блин! Руководство... Руководство? Потенциал объединения 20. Если с ним поговорить, одев костюм церкви, он даст лут. Ладно. Блин, я даже жалею, что его... Он же не все удары даже показал мне. Понимаете? Не все удары. Так, теперь нужно действительно вернуться за лутом к тому... Ну, там 35 косарей, правда, у меня. Я думаю, надо поставить просто кусочку возвращения. Не, ну, ребята, а почему вторая фаза у босса легче, чем первая? У него настолько очевидные удары были. Правда, потом была ещё, типа, третья, насколько я понял, фаза, когда рейндж пошёл. То есть удары мечом сначала у него, а потом мечом со шлейфом, да, вот такие вот выстрелы. Но они тоже нормально скипаются. Так, стоп. А я здесь ещё не взял... А, это камешки. А, я там же не вернусь так просто. Да. Ладно. Ну, из 25 хп прокачки тоже сложно спорить. На самом деле, я потратил где-то 3 бутылька. То есть я пришёл на фазу, на вторую, когда у него было что-то вроде... У меня было то ли 13, то ли 12 бутылок. Сейчас вот после неё я охильнулся 9. То есть 3 или 4 бутылки я её знал. Не зли чат Миши, мы все его троили. Так его вообще изи убивается он. Всем лут, пацаны. Меч священного лунного света. Дай бог это будет меч на ловкость. Пожалуйста. Хренас 2. Там тайная атака, физическая атака. Зачарованный меч, найденный Людвигом давным-давно, когда на лезвие падает лунный свет, по нему начинают струиться все цвета бескрайнего космоса, а клинок начинает источать сумречное сияние. Меч священного лунного света невозможно представить в чьих-то руках, кроме рук самого Людвига священного клинка. Но мало кто видел его своими глазами. Если оно и впрямь наставляет и ведёт своего владельца, то делает это скрыто, не позволяя узнать об этом никому другому. Познаём лор вместе с Михаилом. Это моя самая слабая сторона, да? Спасибо, что... Так, я могу вернуться, кстати, чтобы фласки, чтобы 35к. Только я настоящее оружие церкви. Так, давайте-ка я вернусь, действительно, домой. Луту красноглазого ещё надо взять, действительно. Но лучше с другого чекпоинта идти туда. Ну, потому что 8 хилок, потому что 35к, царей, левел в ловкость качаем. Но Людвиг... За сколько траев он ушёл-то в результате? За 15? Да, понятно, у меня пушка хорошая, хп много. Или сколько было? 20? Ловкость 38к. Тринадцать? Да, к вас пью. Вон там с алкоголем, это всё. Сейчас пойду в разнос. А-а-а... Так. Либо подзем... Единственное оружие в игре, которое одноручно хватит, остаётся огромным мечом, хорошо стагеряющим мобов, при этом позволяющим парировать мобов из огнестрела. Прикольно. 16 силы. Я бы лучше что-нибудь такое более каноничное на ловкача. Катаны, даггеры. Если постараться, конечно, можно до 16 довести, но там модификатор ещё не тот. Так что он в полной мере оружие не раскроется. Так, сейчас нужно через двух жирных мобов пробежать. Потом как-то умудрится ещё подняться по лестнице. Но сейчас рейндж не должен позволять ему достопить вы до меня, по идее. Не знаю, видите. Так, первое-наперво я возьму лут. Который охраняет тот красноглазый упырь. Это первое-наперво. А дальше, может быть, и... Саи, походника на чудовища. Когда у него эта пушка, он какой-то вообще диким. Вот когда вот такой режим. Ой, косточка, кстати, мне сейчас помогает. Да он изи. Две сто, правда, жизней. Три пузырька. Что за, может, эта пушка как раз... Да. А, ловкость, да, модификатор. Но это на ловкость. Саиф, охотника на чудовища. Видимо, это как раз его пушка. Хитрое оружие старых охотников. Изгиб первого клинка скрывает от глаз второй, спрятанный внутри. В своей обычной форме саиф напоминает длинный изогнутый меч. Но при трансформации его можно сложить, чтобы нанести противнику ряд неожиданных колющих выпадов. Подобное оружие позволяет владелец использовать его в самых различных ситуациях. Однако постепенно на смену с айфом пришли пилы и другие клинки. Очень хорошая, говорят, пушка. Что, кандидат на грейд, что ли? Предлагаете ее? А, еще паразит. Тут выпала какая-то хрень. Очень похожая, кстати, на руну. Нет, это не руна. Источник человеческой скверны. Напоминающий многоножку, существа, которые нашли охотники лиги паразиты, являются результатом человеческой безнравственности, источником их скверны. И видны только взоры союзников лиги. Задачей лиги является их полное уничтожение. Быть может, их безумие милосердно. Те, кто хочет видеть паразитов, их видеть, и те, кто остается, решает в жизни новую цель. На ловкость только лук-меч остался. Кажем оффсет Пушкин. Да, кстати, можно. Модификатор D, понимаете? Не C, а мне базовый C нужен. Это вот медленный вариант. Но, типа, клифф и рейндж. Сверху удар. А вблизи очень быстрая. Очень быстрая. Даже, наверное, быстрее, чем текущая рапира. Сейчас проверим, кстати. Да, быстрее. После одного из боссов будет хорошее оружие на ловкость. Пробуждаемся заново. Как же клинки вороны. Это, видимо, о ней речь, да? Единственный плюс этой пухи это подскок. А так пила, как пила вроде. В общем, похоже, кстати, на пилу. На множество пил. Согласен. Пока не буду ее огрейдить. Побежали дальше. Можно было, кстати, поговорить с пацанами. Ой, крабик. Давайте, кровавики мне. По две штуки, да? Я, кажется, видел вот этот лут. Сверху он оттуда. Наблюдал я его. Вроде тупик. Если ему падать вниз, нужно будет или спускаться? Как и похитить. Два одинаковых осколка. Реки, крови, трупы. Опа, здрасте. Ты откуда? С красными глазами тоже. Ёпт, красок. Капец. И он падает. Снесет с маслом. Помогаем. Я думал, что он переключает пушку в ближний бойный вариант. Я не прав. То есть я видел, что он переключился. Думал, все, сейчас будет более компактный вариант. Типа трости. А там... Фух. Окей. Приключаемся. Вариант. С прямой атакой. Откуда он приходит? Вот мне интересно. Из какого такого... Видимо сверху где-то прыгает. А, вон он стоит. Ах ты, паразит, а. Достал все равно. Таргет, Михайлович, таргет. И помню, что у него... А, это я с копьем мог достать. Угу. Блин. Перестарай. Перестарался я. Есть. Дотыкал все-таки. Дотыкал. А внизу вранье. Вместе с лутом. На него, кстати, наверное, можно с альтернативочкой падать. Сразу тут несите. Естественно, попутно стараюсь увернуться, но уже большая часть воронов гуф. А так просто ты в панике падаешь сюда, и тебя доклевывают. Такой был, видимо, замысел. Лут? Тень на стене? Тень на стене лут. Я лут пропустил. Ладно. Там чекпоинт. Я попробую... Ну, я вернусь, скорее всего. Что, вряд ли я дойду. Что это такое? Что это такое? А, там два лута с него упало. А, вот оно что. Пила-вертушка. Пила-вертушка. На силу. Модификатор силы Е. Ой, почему Е? Получается, Б. Б на силу. Хитрое оружие. Изготовленное еретиками мистерской. Особенно его любил старый охотник Вальтер, призванный пожирателем чудовищ. Можно было орудовать как булавой, но его секрет лежит в закрепленных на рукояти металлических пилах. Их увенчанные острыми зубьями диски быстро вращаются и вгрызаются вплоть противников, раздирая тела чудовищ в клочья. Так, и дальше будет, типа, возврат туда, где я уже был. И, по сути, это получается тупиковая ветвь. Тупиковая ветвь. Я проверю, нет ли здесь лестницы на всякий случай. Ну, не похоже, чтобы здесь была вообще... Был способ вернуться назад. И потрачу еще одну метку охотника для того, чтобы... Пойду его попробую еще разок убить, если там лута не осталось. Надо сейчас понять вообще, куда идти. А, стоп, это... Это не конец, случайно? DLC-шней части. Гоу, ворону убьем. Гоу, скажите, какой чекпоинт я готов боссов убивать. Да, лут нифига нет. И его тоже нет. Это подстава. Просто подстава. А, нет, он есть. Да твою шметь. Как я его не увидел-то? Не конец, говорит. Соборный округ, говорит, грил. Все, ворону сейчас пойдем убивать. Там, где Амелия в оригинальной игре. А, это тот... Тот NPC, который меня унизил, разок я сходил. Хорошо. Соборный округ, перенос и к боссу, да? Да, я не просто видел, я и ушел. Я получил очень серьезно, причем получил от нее люлей. И решил больше не приходим. Что там урон, она меня с трех ударов убивала, причем быстрых ударов. А я по ней наносил, что в районе 40. И было понятно, что... Вообще никак. Так, единственное, я хочу перед тем, как идти... Закупиться немножко. Пулек купить. Чуть-чуть. Соборный округ. Ну, это ж нужно переноситься в... Через руку, да? Да, прямо, чуть-чуть направо, меня переносят, и я типа наверх бегу. Кажется так. Кажется. Здесь мне память не изменяет. Или просто прямо бежать. Никому не отдаваться. Амелия тоже какая-то получилась простая. Странно это все. Просто прямо. Прямо там наверх получается. Сейчас освежу. Я просто... Во-первых, у меня уже говорил топографический этот кретинизм. Я ни хрена не запоминаю, что, где, кто, зачем, почему. И первое прохождение, по сути, игры, то есть этот не топтал эти камни, брусчатку, лесенки. То есть... В общем... Ну, мне направо сейчас наверх, судя по всему. Сейчас скипаем этого, сейчас наверх. Будет довольно плотный товарищ сзади. Мы заходим сюда. Ориентироваться уже сразу к ней. К ворону. Смотрим на мувы, смотрим на... Да, это сюда. Очень жесткая была. Ну, я по ней практически ничего не наносил. Делаю баф пушки. Ага. О, 127 это уже совсем другое дело. То есть за серию 3 кп, нормально. И урон меньше проходит. Чудовище не остановить, говорит она. Блин. Надо было, конечно, идти на нее, когда она стреляла. Видели, какие там были удары? Мы там бах, друг друга бах, бах. Пушка у нее такой же скорости, как у меня. Ну, хорошо, сейчас убьем. Да, серия там из 8 где-то ударов у меня сейчас. Поэтому пушка на плюс 10 и с хорошими самоцветами. Далеко не с лучшими, но 2 по 18. Один нужно еще найти тоже на чистую физуху и будет все отлично. Плюс еще баф пушки на магический урон, поэтому... Ну, Людвига, помните, там серии были по 3,5 тысячи? А чего не стрелял? А я не умею. У него быстрая атаки. Ты попробуй попади в этот... Мне лучше начать серию с быстрым оружием и просто ее затыкать, Чем пытаться ловить ее на... На вот этой вот атаке. Ну, то есть это по собственной практике, учитывая низкий уровень... Ну... Как это сказать. Ну, не знаком, в общем, я нормально с пистолетом. Как-то... Как-то так. Пошел баф. Пока есть выносливость, если ты первая атакуешь, то вообще проблем никаких. Оно просто затыкивается, понимаете? Ничего сложного нет. Вот и все. Без бутылок ни разу не ударило. Сгусток крови и... Значок охотника на воронов. Значок охотника на воронов. Не, он должен быть где-то вот... В основных, что ли? Вот значок мне может, наверное, дать возможность купить пушку, которую она использовала. Что-то в этом роли. Да. Там топ и дип-магазин. Ну вот, сейчас мы как раз и посмотрим. А, вон, пожалуйста. Тут есть перенос быстрый. Правда, у меня душ не хватит. Может быть, имеет смысл пойти вот в то фарм-место? Ну, скорее всего, сейчас пушка будет стоить из серии 60к. Давай, вынь да положь. Новые пуха и сет. Ну, сет не столь принципиален. Они не прям сильно разнятся. А вот пушка-то да. Клинок милосердия? Похоже. Модификатор С. Особое оружие, распространенное среди охотников на охотников, на охотников, на охотников. Одно из самых старых оружий из мастерской может разделяться на две части. У этого оружия искривленные лезвия, выкованные из сидорита, редкого минерала небесного происхождения. Особенно эффективно при быстрых атаках, которые выполняют... Это, короче, модификатор С будет при полном грейде, видимо. Сколько нужно? Еще разок. Заклинок. Полцарцевый заклинок. 40к. 40к заклинок. Так. Мне надо тогда сходить... Наверное, даже в среднем уровне будет ближе. На 40к там изи один пробег в одном месте. Но надо было только еще взять руну, поставить другую, чтобы больше... А она у меня, кстати, и стоит. Это руна на больше экспы. И все. Это будет... Это вот реально первый пуш, который я видел, с модификатором, который выправляется в С. А в С, учитывая то, что у нас ловкость параметра, это будет просто бомба. Просто бомба. Так, я туда вышел вообще. Места вроде похожи. Да, наверх. Да, вот они. Пока двоем. Ну, за них тоже прилично дают. Там подвеска ловит тысяч. Но главное, зачем я пришел-то за свиньями. А свиньи где-то здесь. Вон один сверху. Да, правильно, чиппоинт еще взял. Удивительно. Удивительно. Фрес x2 вин. А запоросей дают по 10к или там по 8к. Кабанчики клевые. Тихо, не спугадите. Ой! Найс. 9500. Я еще Лутецкий здесь не взял. Я на свиней отвлекался, видимо. О, самосвет крови. Может быть, кстати... Да как так-то? А у меня свиньи не это вообще не комитетно. Мне надо бэкстэдовать просто и все. Отлично, так и что же. Одну вроде убил. Беспожадничная. Ну вот кто там говорил, 40к и пеку ставил. Все, 40к на руках. А ты там спекай со своей семьей. Ну бас. Так, но мне еще на самом деле нужны деньги. Потому что нужно будет пушку сразу грейдить. Там хоть и не так серьезно по деньгам, но... Ну, понадобится еще от этих четверых, конечно, мочить. Да, я сейчас задачу. Ладно, я справлюсь. То есть один справится немного. Подкачиваем. Подкачиваем сильными атаками. С выпадами вперед. Работает. Воу. Тихо, слышишь? Не надо тут. Ля-ля. Оп. Бесерка. Меткой возвращаемся. Хотя тут близко чекпоинт, но не буду возвращаться. Это вопрос тысячам. Сейчас возьмем пушку. Ее там туда-сюда. Про самоцвет не забываем. Но я ее смогу сделать на плюс 8. Я думаю, да, смогу сделать на плюс 8. Плюс 9 уже сомневаюсь, потому что кусков не так много набрал. С будет только на плюс 10. Подумай. Да какая разница? Какая разница? Сейчас пойдем искать плюс 10 тогда. У меня на текущей пушке даже на плюс 10 я скинет. Вот и все. Усовершенствовать. Ой, какую усовершенствовать? Ты еще не купил. Кусок за 60-у заре не продается. Блядь. Пойдем, хороший хантер. Предлагает купить на зазарение. Вот он, клинок милосердия. 60 урон плюс 30-ка тайная атака. Базовый урон, конечно, очень низкий, но модификатор сразу плюс 24. Клинки только в пвп хороши. Да ладно? Мне то же самое про мою рапиру говорили. Сразу атрибут B по ловкости. Еще поверим. Чутка. B. 66, 72, 34, 78, 39, 84, 45. А. Модификатор 90 плюс 52. 8 из 10 А. А. С. 102, он плюс 66. 108 плюс 73. И, соответственно, B. 114 плюс 81. Плюс 9 клинок сделали. Идар правильно говорит, тратьясь о зарении. Давайте потратим о зарении, плюс 10 пушка. Абсолютно никчемная пушка. Купить предметы. Вот он. За 60 о зарении берем. Делаем сразу с нуля. Не пробовали пушку. Делаем сразу плюс 10 пушку. S модификатор. Лучший модификатор по ловкости. 120 плюс 90. Чиним саблю. Сейчас из сабли вытаскиваем самоцветы. Смотрим всем. Смотрим на саблю. 150 плюс 110. У клинка 120 плюс 90. Клинок хуже. Казалось бы. Дальше добиваем в саблю физическую атаку. В смысле в этот клинок плюс 18. Дальше добиваем сюда плюс 18. И здесь ищем, чтобы новое выпало. Не откажись. Нет, нет, нет. Выпал наверху один из этих четырех. Физическая атака заряженные. А, у него еще тайная же атака. 60. Урона тайны нет. Он будет только если ты целиком тайну пушку зачаруешь. Понятно. Там был на 216. А, просто атака повышается на 15%. Да, наверное, вот его и оставим. В результате получаем пушку 120 плюс 216. И модификатор весочка. Соответственно, ловкость будет вкачиваться. Еще эффективнее она будет. Вот она. Нет, не вот она. Это нет. Убери, не позорься. Я ставлю только клинок милосердия. Убираю саблю. Вот он, клинок. Очень быстрый. Какая-то зубочистка. Вот я представляю, как босс, который меня увидит. Ой, два клинка! Вау! Ну это же просто! Размашистые удары. Очень быстрые. Пыщ, пыщ. Еще сейчас, учитывая быстрой атаке, еще кость сверху хорошо ляжет с бафом. Ями. Так, подскажите, пожалуйста, куда идти по прогрессу на босса? Я хочу убивать. Я хочу убивать. Куда вы мне посоветовались? От ворона мы убили. Ой, он даже ускоряется к концу, что ли? Мне показалось. Да! После четырех ударов у него скорость повышается. Смотрите. Ой, сори, извини, я ответ. Короче, сейчас покажу. Еще разок. Последние пять ударов идут с повышенной скоростью. Да, R1 ускоряется, понятно. Это куклу под раздачу просто. Клево. Комбо-вомбо. Так, подскажите, куда мне идти по прогрессу? Я хочу убивать людей, но не знаю где. ДЛС. А мне казалось. Можно в духовной деревне Яргул найти ключ, пойти в тайный локот, пойти в кошмар еще один, где далеко от Амелии, можно от Людвига. В ДЛС далее, говорит Ильдар. Вот у него проще как-то получается. Хотя вот еще Дедраз говорит, в деревне есть ключ. Где много ведьм открывает, хоть к верхнему собору. Так, я запомнил этот Дедраз. Спасибо большое. Круто. Пушки, конечно. И причем, представьте, что будет, когда серия продолжится в конце. Последние пять ударов. Бжж, 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 бжж. Под чармом. Ах, хорошо. Опа, здравствуйте, а вы кто такой? А, ну мы с ним встречались до этого. Он умирал с его идеями, что не уничтожили. Он был настоящий евро. И не так много, в крайней мере. Все, я зилот. Я даже буду уходить вот по умолчанию без факела. Но здесь же вроде тупик. Я тут вышел. Увидел. А, нет, не тупик. Я просто забил. Тут с факелом надо, ребят. Напоминает тюрьму в Дарк Соулс третьем. Ой, здрасте. Ничего себе там. Хорош. Дай мне разогнаться, я покажу тебе силу. Ой. Это какой-то неправильный бледный юноша. Он посильнее его сородичей. Родичей. Они крутые только, когда парные. Да, вроде нет. Ну, то есть, разгон есть, когда они парные? Стаггера нету. Ну, стаггер, может быть, из-за того, что этот босс... В смысле, этот моб плотный. Стаггер же вроде зависит от... Да, есть ускорение. Ладно, давайте тогда с парными. Фонарик поставь вместо факела. Это можно, кстати. Фонарик у меня есть. Зажигаем. Хоть какой-то вижен будет. Не, ну, пушка требует, конечно, внимания к себе. Воу. Ха-ха-ха, такое мясо под конец. Так он хорошо. Разгоняется и... И вроде сейчас был стаггер. Ё-моё. Так, подожди, тут были же еще двери. Во-первых, я прошел мимо. А, сюда я заходил. Спускаемся. Значит, поворот налево от старта локации. Спуск вниз. Грилл, хорош спойлерить. Слышишь звон колокола? Слышишь звон? Лжешь. Ой. Ничего не погибну. Ха-ха. Меня улечили во лжи. Так, тут кто-то отчаянно сражался. О-о-о-о. Ой, какая красота. Из какой-то могилки выхожу. Сейчас смотрюсь. Опа, крыса. Интересно, а ускорение срабатывает, если ты продолжаешь атаку? А, да, должно срабатывать. Просто таргет меняешь и все. Кусок кровавика спасено ему за это. Крыски. Надо не забывать еще при сложных ситуациях сразу чармить оружие. Тут лазарет какой-то. Мудрость великих. Капельницы стоят. И кто-то сидит. Враг явно. Двоем. Что-то не достаешь ты, Михаил. Довольно. Жесть, как он все будет. О, там второй пацанулся. Ох ты, какой хороший удар. Блин. Нет. Отступлю-ка я вам немножко. Там у одного совсем мало хп осталось, но... А, я костью взнул. Я Василий. Лизим. Ох ты, какой хороший урон. Ладно, давай. Ну ты какая-то нерасторопная. Такой урон конский. Просто если все проходит... Это просто грязь. Не остановить. Зелок под чарджем. Ртутных пуль дали 10 штук. Знание безумца, штучка. Время для отступайте, рано или поздно. Время для скрытый путь. Короче, надо обшарить вокруг. Может здесь есть... Есть какой-нибудь... Есть какой-нибудь... Да ну тебе даже неинтересно. Грилл сказал, что сейчас будет жесть. Типа я должен был здесь страдать. Но самое главное, наверное, было не сражаться с ними одновременно. И все, один вышел вперед. Нет, тут вроде бы... Ничего такого нет. В любом случае, лучше не спойлерить. Давайте попробуем. Это что-то вроде лифта. В мумию кладем... Что мы кладем? Куда? Нет. Морти, с приветствами. Только у тебя сейчас до злорей немало. Да, надо хотя бы до 40-го довести. А то ни черта не вижу. Так, второй ярус. Стопэ, а у меня... У меня палача доспех, я надеюсь. Да, вроде палача. Потому что я на Яргула же. А, мясника я менял. Мясника типа резистым. В мелких было лучше. Окей, ладно. О, фонарик. Давайте я вернусь, потому что 26 кассарей и хилок нет. Можно даже жмакнуть кровь и еще в ловкость вкинуть. Еще больше урона будет с модификатором ТС. Привет, абсцессус. Юзай озарение. Сейчас, да, я озарение заю займ. Возможно, я уже не вижу то, что мог бы увидеть. Знание безумца с ракет уже есть. Мудрость великих. Двоечка добавляем. Дальше. Кровь юзаем. Не хватит, наверное. Под левел ап. Кукла новая, кстати. Мы как будто с ней первый раз видимся. Чуть-чуть осталось. Два буквально косаря. Сейчас мы сбагрим что-нибудь. Вот, например, Саев я не буду его вязать. За восемь косарей все. И все встало на свои места. Ловкость 39. Урон причем на троечку растет. Зилот. И на оставшиеся я, наверное, куплю метки. Для возврата. Потому что в прошлый раз их забыл приобрести. Эй. Мелон РНД говорит, только пришел, куда практически 100 зарей не делось. 60, если быть точным. Делось на плюс 10 клинки и зилотовские. Смотри, какие классные. Пш-пш-пш. Круто же. Так, я не знаю, с какой могилки меня посылали. Но вроде здесь количество пунктов не увеличилось. А вот тут... А, нет, подождите. Я же ходила с правой могилки. Я взял пушку, выбилась из, там, ворона одного. Залоследований. У нее сразу на старте модификатор по ловкости. С. После всего хватило для того, чтобы... Пушку с нуля грейдануть до плюс 10. Ну, собственно, плюс 9. А потом еще 60-то зарение порекомендовали потратить на плюс 10. После этого стала пушка очень быстрая. с любопытной механикой. Зилотоподобная. Е-мое. Ой, у нас тут собирать сейчас будут. Так, из-за озарения я не вижу, что происходит. Что, голова стикит? А, это... НПС. Кто-нибудь видел мои глаза, спрашивает она. Уронил их в лужу. Так, может, у нас есть глаза? Надо запомнить. Если найдем глаза, можно товарищу вернуться. Сказать, пожалуйста, вот. У клинков силовой стойки, кажется, следующий удар быстрее. Да, это понятно. Мы уже говорили. Я это сам при чем-то заметил. Избавь его от страданий. Да нет, почему? О-о-о! Жук! Вот. Два куска кровавика. Они сейчас не очень нужны, но... Вдруг у нас там появится еще какая-то третья пушка, за которую захочется затащить. Да, это маловероятно. Так, наверх ведет лестница. Здесь есть, вроде как, дверной проем, но подозреваю, что он будет закрыт. Потому что игра-то, в общем-то, линейная. А такие проходы, как правило, используются для того, чтобы потом шорткатик открыть и радоваться жизнью. Поэтому забираемся наверх. Там призраки ходят какие-то. Но это уже не френдли. Слабый. Слабый, слабый, слабый. Но они, скорее всего, что-то делают. Такие головастые. Башковитые, ребята. Ага, вижу лутецкие. На него можно... А, они просто бешеные. Какой урон. Вот так вот. Очень резкий. Очень резкий. Сразу ггшечка. Фух. А я рекомендую оценил. Она из трех ударов уходит. Непростые, ребята. Хочу еще одного босса вот на клинке проверить. Надеюсь, я иду в сторону... Ну, в нужном направлении. Ну, вроде как прогресс, значит, босс-то будет. Ох, там их как много-то, ребят. Пять ударов. Ну, на них отжираться великолепно. И за них еще дают... Что, по два косаря, что ли, дают? Или это за двоих? А, косарь. За штуку косарь. Народу много. Ищем, где можно спрыгнуть вниз. Я подозревал, что это ловушкам. Стагирят, видите? Они все-таки тоже стагирят. Так, два пузырька. Видимо, опять же, это зависит от количества хп. То есть тут... Держим дистанцию. Ну, они еще по прямой еду. Так что, спокойно в бок уходим и все. Где там лут видел? Или это был фонарь? В любом случае, я просто буду смотреть... Смотреть, где можно свалиться. Нет, подожди. Ты видел лут? Вон он лут. Нет, иди по этой лестнице. Вдруг с ней можно спрыгнуть. С ней можно спрыгнуть. Смотри, перил нет с правой части. А слева есть. Я там сзади не полностью прошел. Там открывалось целое... Вот чувствовал где-то... Где-то подвох. Так, этот стоит. Надо бэкстебнуть. Но слишком очевидно тоже. Подозреваю, что справа кто-то будет. Или взрыв какой? Да, пожалуйста. На ловушку и все он спырился. Не надо разминуться. Чуть не сиганул. А может отсюда сможем? Да некуда прыгать. Межган. Еще одна не писи. У этой ушей нет. Ну, в смысле, она ничего не слышит. Потому что не мешает ей... Отсутствие ушей не приводит к тому, что перестает слышать. У одного глаз, у другой ушей. Сплошные проблемы. Так, здесь тупик. Стрелков много. Вижу еще как минимум двоих. Устройство не работает. А? Я понял тебя. Сгустки крови. Много пуль. Но из них всегда пули валятся. О, это открывается. А, лифт. И сколько ж тут лифтов? Парочка. Выпрыгнуть из него можно вот отсюда. Было бы желание. Йо, пресс это МТ. Я не могу использовать баф на пушку, если я... А почему я не могу использовать баф на пушку? Да ладно, она что, не бафается, что ли? Не бафается. Привет, кочевник. Да нет, все хорошо. Этой мозговая жидкость нужна. Мягкая, густая мозговая жидкость. Можешь тебя развязать лучше. А, потому что в пухе уже есть урона тайны. Понятно. Мягкая, густая мозговая жидкость. У них тут какие-то вообще... Эксперименты проходят. Дверь эту я, кажется, видел где-то. Нет, показалось. Нет, видел. Это как раз одна из дверей на старте. Ладно, пойдемте на второй этаж. Там, где я... Ну, не проходил дальше. В залу. С большим количеством врагов. Туда. Кто? Сверх кидаются. Упыри. Надо всегда... Вот заходишь, если не видишь выше. Успокоительное. Не видишь выше, сразу же... Ох, как их много. Ё-моё. Просто человек семь. Я подозреваю, что... Стрелки остались сверху. Ох, сейчас будет заход хороший. Ну, таргет ставь. Ребята, работаем. Ой, какой удар прикольный. Это сильный удар с разбегом. Такой ауешный получается. Да, не психи. Разобрались. Вообще, нужно, наверное, приглядываться... Нет, не совсем разобрались. Присматриваться. Да, вот надо еще про этот удар не забывать. Вокруг себя, вот против большого количества врагов. Причем он с шагом вперед это делает. Хотя и обычный удар тоже. А, этот с хорошим шагом вперед. Так, здесь должен быть проход, так и есть. Как они орут. Лесенку вижу. Кроме лесенки ничего и нет. Этот с стойкой из-под капельницы ходит. Ой. Вон какой-то дикит. Капец. Огромное количество хп. Такая же частота ударов, только благодаря вот этой вот стоечке. Получается жестким. Удар на L2 ты тоже, кажется, забыл. На L2? А там есть удар? Точно, там же есть удар. Фух. Собрались. Ой. Это был удар на L2. Там было 30 с лишним тысяч душ. Ничего. Это мелочь. Проверил зато удар на L2. Ну ладно. L2 это отскок с ударом назад. А это вперед. С понятным. Пробую скипать упырей. Да не факт, что получится. Да не, получится. Там же лестницы. Они уж тупые. Оу. Нифига себе. Ха-ха. Ай да бобер. Ай да бобер. Да. Да, понятно. я успел выковырять успел 4 пузырька мне за этого порядали еще пять пузырьков боссом разит там был может это шепкать похоже на шепкать что за место второй ярус или третий это третий ярус есть еще кстати четвертый ладно это срезочка сейчас пойдем вот сюда лучше с факелом вообще кромешная тьма внизу вижу лут но это не единственное что меня там ждет я уверен ой какое дно kill me kill me может реально его убить чудовище ждет впереди я помогаю что там написано было с искореженная обращайся аккуратно я еще сверху видел какой-то лут он был выше чем я поднимался то есть на него можно упасть получается он здесь на него нужно упасть и там проход еще есть нет я до тут не допрыгну это наверное нужно из зала делать мрачноватое место оставляя такой неприятный я мясо пока что я здесь не был или был на следующем ярус или не знаю застрял сверху чем стреляют поэтому лучше ну конечно нельзя разговаривать сейчас я мог по абсолютно спокойно гуфнуться чудом чудом выжил очень странно а да я здесь был то есть выход выход с той стороны а если это вообще пропускал что-то повыше или не пропускал кажется пропускал один ход мне нужно подняться еще выше судя по всему а для этого нужно попасть на лестницу которая находится напротив это несложно круг сделал понятно хорошо вот сюда нужно забираться это здесь здесь я тоже походил немножко опять же лут который не совсем понятно как брать а и думал чтобы ловить как лучше нравится еще классно когда когда да там была ловушка здесь тоже ловушка вот эта плита кажется да беда твою шуметь очень зря очень зря очень плотный товарищ 15к я зарезался совсем но зарезность совсем близко но до него еще надо будет добежать но судя по всему мне на самый верх то есть по хорошему все нужно обижать посмотреть есть у нас несколько персонажей которые требуют какой-то помощи не обязательно я уверен но судя по всему мне выше выше и выше 15к мелочевка конечно этот 15 таких обычных да и сразу же здесь оказываюсь уже в нужном месте ползает помню про пять ударов поэтому как раз под 5 подходил он еще лут а ну я вот на на этой части в этой части я не был не бы по-хорошему да блин у моей души хорош главное без фанатизма души восстановил профит получил так это да выше отсюда я забраться не могу да да так я выше могу забраться только с той стороны получается то есть лестница которая центральную штуку она где вообще я не вижу ее а она 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 с более верхнего яруса окей то есть стремимся здесь попасть повыше был один лифт мы вот этим пользовались может быть заработает второй я не знаю нет а а и тут же еще этим не убитым мы двое бери за ориентир чувака с капельницей все таки я там упустил что то да я помню где чувак с капельницей знаю как к нему добраться это как раз не проблема частично проблема его убить а сам чувак с капельницей находится уже очень близко стоп здрасте а от тебя никак не пройти да 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 не туда я зашел короче мне нужно прямо на втором этаже направо пробегать 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 мимо по лестнице наверх встречаем того как раз чувака с с капельницей и все и профит про тут будет такая толпа народа просто жесть человек 7 но они все маленький дом до босса далеко пацаны сколько там до босса мне пиликать я хочу просто клинки проверить на нем уайлдер говорит иди спать еще нет далеко говорит д д д раз еще какой то исполнил успокоительная взял так против бешенства скорее всего успокоительная была стандартная она мне здесь особо не пригодится до бørзения и доставка врачу у них все нет 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 зачем я это делаю а просто что запрещает делать сохранение где хочет почему еще не доперли продавать возможность хранит только как делать и я думаю с таким подходом тебе нужно сразу подавать резюме в какую-нибудь игродельную компанию ты этому им очень пригодишься вот вообще то что ты пишешь это очень странная вещь с очевидными ответами либо ты троллишь либо ты глуп попробую пробежать главное верь в свои силы почти пробежал лучше модрум возьми на мне адекват и не нужны даже бесплатно миша ты же открыл шорткаты там где темная комната проход к парню с капельницей да ладно какая то какой там проход к парню с капельницей давайте проверим направо на шорткатик я полагал что проход к парню с капельницей он через через лесенку но возможно да возможно я просто просто не прав хорош а вон там я увидел так что что есть спуск вниз он лестнице это не видел в прошлый раз ну бас что с меня взять вот этой лестнице я не видел вообще попал куда-то не туда вижу кто-то на четвереньках лазит вижу лтецкий кто такой я слышал что залив да они дикие но по хп слабенькие парадный костюм старого охота охотника и парадные штаны старого охотника так физ рез очень неплохое от прямых от этих не очень от огня отличные резисты огонь кровавые физика а также безумие чудовищность опа физическая защита 70 лучшие штаны искать из тех что короче берем штанишки очень классные штанишки пара пузырьков и выходим так вижу лут немножко кровушки засиделся два пузырька крови с каждого выпадает хорошо и убиваются с одной серии с хорошим запасом еще причем так и есть возможность зайти наверх но явно и скорее всего должен быть и пик надо убедиться в том что нет это нпс опять здравствуйте он подсолных выращивает или большую ромашку спешить 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 ну видите у каждого здесь свои проблемы неожиданные самые опять плачет опа крыса надо вот от таргета уходить надо пытаться стиком выцеливать пацану гарри поттер и будем здесь может я могу упасть так чтобы чем ты не можешь похоже что эта конструкция просто поворачивается в определенный момент и эта лестница меня должна привести в частности вот туда вот вот сюда вот она повернется например и станет спешить 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 бугагашник бугагашник ну лето надо же не не очень практично с длинными волосами летом оттуда я пришел кажется да отсюда сто процентов пришел посмотрим что у нас по по окружению дверей нет там сплач сплач сплюш наверху тупик возможно сверху можно как-то спрыгнуть не дай себя обмануть поверли назад вот так вот там еще лутецкий тоже может быть если повернуть да тут тупик мне либо нужно найти рубильник который повернет всю эту конструкцию и изменит даст нам доступ к тем входам которым сейчас доступа нет мы тут с пацанами делим деньги с продажи ггс как он стоит считаешь он бесценен вы что как можно как можно оценить пользователей или тех людей которые работают на нем о нет это не анписи ну все получается я возвращаюсь наверх этот лифт работает по-прежнему нет это шорткат будет наконец-то удалось летел за него дают буквально 800 экспы это нпс парень скаке пинец от него было два прохода один из них это шорткат в одной второй туда куда тебе надо мне тогда нужно возвращаться в общем прыгать падать все дела мне нужно опять к тем чувакам которые которые массы берут ладно ладно стелепортируюсь лучше сами сами свои люди ничего не стоит а вот их труд могу поспорить анклав интересная тема с форму можно оценить в сотни две часов работы профессионального копирайтера да это бесценная штука это бесценная штука такой даже специально не напишешь специально не напишешь специально не напишешь не придумаешь здравствуй на ютубе не стримишь не не стримлю который массы берут не их пропускай и иди в следующий пункт коридору да ладно там есть следующая комната по коридору здесь что ли есть тупик нет справа что было я об этом не узнаю нет ничего а нет есть а вот за капельник точно скипаем этих и за капельницами ты в комнату где толпа не заходи а в аликспресс какая часть акции принадлежит я бесправен всем владеет обер мы играли в warcraft я проиграл он хозяин он кстати приедет на стримфест сколько спойлеров говорит фьюри я на самом деле действительно уже немножко потерял концентрацию сам уже был там неоднократно эти капельницы тоже неизвестный поддержал доедем 50 рублей фон бесценности спасибо за саппорт классно так ну в результате в результате тут лестница которая поднимет нас к чуваку с капельницей и то место нужно видимо внимательно рассматривать да и вон туда может быть как то можно спрыгнуть так вот здесь он что опасно опасно нифига себе зарезал так на скорости вон прямо и хотел теплый самоцвет свежей крови мастер по кровавым самоцветам все самоцветы видимо есть определенной категории да я вот здесь не был нет я здесь был да был я здесь был выходил да ну почему лут не взял вась потому что это лут с прошлого который упал этих двоих я не помню ой там в разные стороны расходятся стопы какие классные удары с этим с подкатом да после после как ты выворачиваешься о пулеметчике я тут определенно не был алин ожидал я чего-то подобного получил медленное отравление уровень очень очень неприятный с архитектурной точки зрения а нет грязный самоцвет он круглый он мне не нужен а внизу какая-то новая новая часть локи опасно камера пыток похоже так этого не утонул ртутные пули тут точно тупик точно тупик и запомнили что выход оттуда дает возможность прыгнуть вниз а здесь здесь наверх пулеметчик строчит давайте туда спрыгну туда спрыгну и будь что будет потому что так а что кто меня там ждет освещение хорошее двойное оружие там кто-то сражался и умер он мы видим но я не вижу причину смерти делаю ворот и смотрим стоп а я отсюда же пришел такой ну пас да ну тогда понятно нужно забираться по лестнице наверх на пулеметчика как-то он расстреливает я думаю сначала к нему хорошо что не прыгнул что сдох бы ну ладно все на этом заканчиваем итак сегодня трансляция пять часов спасибо за то что смотрели кусок трансляции четыре с лишним часа я поставлю еще заливаться на youtube первую часть не буду потому что там мы фактически только до босса дошли и один разок его потраили ну на сегодня все благодарю за внимание с хорошего вечера спокойной ночи итак итак итак